Дорогие мои друзья! Сегодня я хотела бы познакомить вас с одним замечательным автором Дмитрием Сиротиным и прочесть вам его произведение, которое называется «Родинка на щеке». Я условно назвала его «Дневник из психушки». 13 декабря. Здесь нельзя пользоваться мобильниками. Их отбирают сразу и куда-то уносят. Типа в психиатрической нельзя мобильной, чтобы не волновать больных разными ютубами, политикой и прочим таким. Это странно, потому что в коридоре стоит же телевизор. А там и политика всегда и прочее. Телевизор все время работает, хочешь не хочешь. И как ни пройдешь мимо него, как ни посмотришь на экран, все там орут, как сумасшедшие, обсуждают политику. Ну или музыка гремит, тоже сумасшедшая. Так что не очень понятно тогда, зачем телефон отбирать. В телефоне, по крайней мере, можно что-то свое найти, музыку какую-нибудь спокойную или радио какой-нибудь, без политики. Но мы должны смотреть только телевизор, только то, что всем показывают, чтобы не могли выбирать и нечаянно выбрать что-нибудь не то. Еще главное, пульт-то один, а нас много. Ну, выходит, например, Ира из третьей палаты каждое утро наливает себе кофе из кофейника, который там же на столике стоит, возле телека. Ну, медбрат Валера каждое утро его подогревает для нас. Ну и вот, а это Ира, она толком не говорит, только все время пляшет сама с собой из кофе. И вот она телек с утра пораньше врубает на полную какой-то музыкальный канал, и давай под него прыгать. Потом Павел Григорьевич выходит из соседней палаты. Высокий, такой худой, весь в бороде. Рассказывает, ему жена изменила однажды, где он с ума сошел. Домой как-то приходит с работы. Ну, где он там работал, не знаю. Может, в шахте. У нас в основном все в шахте работают, такой уж город. Ну и вот, приходит, а там его жена с другим, дядькой. Ну, кто-нибудь за топор бы схватился там, еще чего-нибудь. А Павел Григорьевич просто вышел и пошел по улице пройдить. А холодно же. У нас всегда холодно. Такой уж город. Крайний север же. И вот он бродит, бродит. Главное, голый. Непонятно, где одежду оставил, где что. Ну, люди смотрят, ходят по этой мразяке, абсолютно голый мужик. А не к нему может помочь? А он молчит и улыбается загадочно. Ну, полицию вызвали, думали, наркоман или напился так. А полиция его уже сюда доставила, в психиатрическую. Очень Павел Григорьевич жену, получается, любил. Аж до сумасшествия. В прямом смысле. Но она его, получается, не очень. И вот результат. Ну, правда, она к нему приходит, навещает раз в неделю. Апельсины приносит булочки. Плачет, гладит его. А Павел Григорьевич ноль реакций. Лежит себе весь в бороде и улыбается загадочно. Не, никогда не женюсь. Я, правда, и не собирался. Но, клятвина, такой уж точно. Рассказывали наши курильщики. Они курили, когда на улице. Жена Павла Григорьевича вышла из больницы. И к мужику какому-то в машину села. Он ее ждал. Ну, видимо, и тот ее дядька как раз. Ну, плачет она, в машину садится. И целуется с ним. Наши все видели. Нехороший ворбос. Невоспитанный. Как говорит моя мама. Это из Чуковского. Да, и вот. Да, и вот. Павел Григорьевич из палаты своей выбирается. И пульт берет тоже. И переключает на какую-нибудь политику. И смотрит, как там все орут. И друг друга из студии выгоняют. Смотрит так задумчиво, улыбается и все. Потом он в туалет уходит. И выходит из моей палаты Миша. Ну, Миша вообще как переключит, так обязательно на мультики. Взрослый мужик лет сорок. А мультики смотрит. И ржет. Потом почешется, пойдет умываться. Ир опять пульт. Хватит. И на мозгу переключает. И пляшет как ненормальное. Хотя почему как? В общем, это я к чему? К тому, что телек смотреть невозможно. Да и не нужно, видимо. Не в этом его смысл. А в том, чтобы когда комиссия приезжает, сказать, мол, наши больные, они оторваны от мира. Хоть и оторваны от мобильников. Вот телевизор у них есть. А Миша этот, мой сосед-то, тоже прикольный. Он думает, что из космоса прилетел. Что он воин межпланетный. И нечаянно сюда попал. На прогулке все на небо глядит. Какие-то сигналы на пальцы ловит. В общем, прикольный. Но шумный. Особенно, когда ржет. И большой очень. И ест много. Космический-космический. А жрет, как земной. Ему медбрат Валера даже добавки уже не дает. Как Миша не просит. Ты, Миша, уже поперек себя шире, говорит Валера. Нельзя так жрать. Как ты в космос-то собрался возвращаться. Тебя ж ни одна планета не выдержит. Рухнет нафиг вместе с небом. Вы ничего не понимаете, обиженно басит Миша. В космосе невесомость там, неважно, кто сколько весит. Ну дайте еще котлетку, ну пожалуйста. Миша все время ест. А скажем, Маша наоборот, ничего не ест. Сидит себе в уголочке на всех обедах-ужинах. И не притронется ни к чему. Как ее не уговаривают. Она просто худела. Ну и для красоты. Худела, худела и совсем похудела. А теперь обратно не может поправиться. Кто-то ее в школе обижал, толстый дразнил. Вот результат. Маша чуть постарше меня, она уже школу окончила. Я на нее все время смотрю в столовой. Как она грустно сидит, ничего не ест. Мне хочется подойти, сесть рядом и что-нибудь сказать ей ободряющее. Но я стесняюсь. Писать могу все что угодно. Говорить с людьми мне очень тяжело, как бы не хотелось. Особенно если они такие красивые и грустные, как Маша. Ну, поскольку телефонов нет, а телевизор это ужас-ужас. Надо же на что-то отвлекаться. А то одни лекарства, жрачка, прогулки. Мишина болтовня про то, что ему Марс чуть не дали захватить. Ну, я и веду дневник. Тут кто что делает от скуки? Олег, он, другой мой сосед, рисует, например, в альбоме. Всяких монстров из разных игр. Не знаю, что он тут делает. Вроде нормальный. Говорят, от армии хочет откосить. Ну, не мое дело. Миша ловит сигналы из космоса на пальце. Ира танцует. Есть еще такой тут кукаряку. Ну, такой дядька. Вроде ничего, только кукарекает по утрам. Ну, типа, будет всех так. Ну, кудахче днем иногда. Он из капельниц чертиков делает. И вообще вечно возится с какими-то ниточками. Ну, какой-то родственник ниточки привозит. То ли брат, то ли сын. Ну, а я вот пишу. Ну, типа, дневник веду. Обо всем. Так легче. Ну, Я немножко пишу вообще. Стихи, рассказы пытаюсь. Ну, честно говоря, не уверена, что у меня особо хорошо-то получается. Но мне так легче. Я как-то начал было ходить в литературную студию. Ну, есть у нас в городе такая. Ступеньки называется. Есть взрослые студии ступени. А есть детские ступеньки. Ведет обе студии одна и та же поэтесса. Такая известная в городе. Алина Кравцова. Она и в местной газете нашей всегда печатается. И даже в республиканской иногда. Она мне говорит. Приходи, приноси подборку. Мы с ребятами обсудим на занятии. Ну, я принес. Они и так обсудили. Так обсудили, что я оттуда вышел и понял, что больше никаких ступенек. И вообще никаких стихов. Потому что я бездарность, графоманище. И вообще еще я слишком маленький, чтобы писать на такие темы. А какие темы? Ну, любовь, конечно. Несправедливость всякая. В школе и в мире. А про что еще писать-то? Мне кажется, писать надо про то, что действительно волнует. А не так, что цветочки, апельсинчики, мишки, зайчики. Не такие уж мы дети, чтобы про мишек зайчиков до сих пор писать. Ну, есть там в ступеньках такая Наденька Корнилова. Вот Кравцова ее просто обожает. Ах, Наденька, наша новая звездочка. А что это звездочка пишет? Ну, смешно же. Мой заснеженный город, он невзрачный тих, как невзрачный тих этот стих. Это стихи? Это какое-то издевательство, по-моему. Ну, Кравцова, наверное, виднее. Она даже литературный институт почти окончила. А я что? Ну, решил стихи после этого не писать. Вообще никогда. А на следующую ночь уже опять сочинял. Я все-таки думаю. Ну, если пишется, надо писать. Потому что и правда помогает. Как-то отвлекает. Тем более тут, в психиатрической. Врач мой, Виталий Прокопич, так и говорит. Используй, митя, свои способности. Сублимируй. Например, чувствуешь поплохело? Сразу приятное записывай. Воспоминания какие-нибудь, события. И сразу полегче станет. Вот увидишь. Вот и буду записывать. Но сейчас уже темно. И медбрат Валера ходит проверять, чтобы свет выключали уже. И чтоб никто ничего не делал. А только спал. Поэтому завтра продолжим. А пока. Спокойной вам ночи, приятного сна. Желаю увидеть козла и осла. Осла до полночи, козла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна. Хе-хе. Это дедушкина присказка. Мама ее часто повторяет. Дедушку я не помню. А мама говорит, и слава богу, что не помнишь. Ну, типа он не очень хороший был человек. Но присказка все-таки забавная. Да-да, Валера, я уже сплю. Меня уже нет. Всем-то завтра. 14 декабря. Если кто-нибудь вдруг будет читать мой дневник, наверное, подумает. А он-то как в психиатрическую попал? У него-то что за болезнь? Вообще, разве ребенок может болеть психикой? Дети им же все пофиг. Они же беззаботные, тупые. Да нет, могут на самом деле. Не хуже взрослых. Тогда спросят, а почему его не в детское отделение положили, а со взрослыми? А я отвечу. Городок у нас слишком маленький, простенький для разных отделений. Вот и нет детского. Если ты чуть-чуть подросток, уже взрослый, значит, вот и лежи, куда поклали. Ха-ха. А про болезнь? Не надо. Может, потом как-нибудь. Про болезнь нельзя думать. Она и так все время где-то рядом. Кругами ходит. А таблетки, которые мне Виталий Прокопьевич прописал, ее не пропускают. Не пропускают обратно. Как будто бы таблетки очертили вокруг меня круг, как вии. А я хама-брут. Бедный философ, который нечаянно убил паночку и нечисть на него всякие ужасы напускает. А святой круг, который хама в страхе вокруг себя нарисовал, их не пускает. Главное, вию в глаза не смотреть. Я и не смотрю. Хожу туда-сюда по отделению, стараюсь с Мишей-космонавтом в палате, не торчать. Напрягает он сильно своими космическими историями. Вот и хожу. Или в коридоре сижу. Дневник пишу. Жду. Вдруг худая Маша появится. Ну да. В дневнике можно писать все, что угодно. Конечно, мне нравится худая Маша. Но девушки – существа странные. Они точно чувствуют, когда нравится. Вот и Маша чувствует, я чувствую. И ходит туда-сюда будто специально. Но лицо у нее всегда такое печальное и строгое, что ну как подойти и заговорить? А главное – о чем? Хотя она всегда одна ходит, подружек у нее тут нет. Слишком молчаливая и вообще. Можно спокойно подойти, не боясь посторонних глаз, но… В общем, пока не могу повода придумать. Да я тоже молчаливый. Да в дневнике болтаю, как ненормальный. А в жизни вы бы меня не узнали. Два слова не вытянешь. Это как Леня Гапликов говорил в школе, когда концерту готовились. Но был у нас как раз недавно, в начале октября, концерт к одни учителя. Ребята свои таланты показывали. Учителей, чтобы поздравить. Кто поет, кто танцует, кто чего. А мне стихи поручили прочесть, собственного сочинения. Ну, то есть сперва написать, конечно, потом прочесть. Но я про учителей написал, поздравительные. А на репетиции меня о чем не спрашивают. Я все молчу и молчу. Ну, например, тебе микрофон нужен? А я молчу. Ну, сам не знаю почему. Ну, потому что, наверное, не знаю, нужен мне этот микрофон или нет. Так-то голос у меня громкий. Но мама говорит, что противный. Зачем же еще микрофоном усиливать? Вот и молчу. Потом спрашивает. Ты сколько будешь читать? Одно стихотворение или еще что-то? А я опять молчу. Может, одно буду, а может, еще что-то. Это же как пойдет. Вот Леня Гапликов, ведущий, разозлился тогда. Да что же из тебя каждое слово клещами приходится вытаскивать? А еще поэт. А где сказано, что поэт обязательно должен болтать, как попугай? Я вот думаю наоборот. Поэты все молчаливые были. Как я. Пушкин молчал. И Блок молчал. И Есенин. Ну, Есенин, может, и болтал, но только когда выпьет. А когда выпьет не считается. Это уже не ты, это уже в тебе алкоголь говорит. Ну, в общем, да, был концерт. И много наших выступало. А я сидела на подоконнике, на втором этаже, перед актовым залом. И все учила слова. Ну, я хотел без бумажки стихи прочесть. Потому что по бумажке это же неуважительно к учителям. А надо показать, что уважаешь. Хотя, если честно, мало кого можно из них уважать. Ну, мне так кажется. Ну, например, Тамара Петровна химичка. Все время нас дерьмом обзывает. И говорит, что поубивала бы всех. Только в тюрьму из-за нас садиться не хочет. А трудовик Степан Иванович вообще матерится. Ну, правда, я ему молоток на голову уронил нечаянно. Тут трудно не заматериться, конечно. Но он и без молотка иногда. Я вот не понимаю, зачем учиться, например, химии или трудам, если вот ничего не получается. Например, у меня получается только русский и литература. Пишу без ошибок, читаю много. Ну, вот нравится мне это дело. А все остальное, ну, никак. Ну, и истории еще немного. Ну, потому что там тоже в основном читать надо и запоминать. А все эти физики, химии, математики, труды, ну, не мое это. Ну, что ж теперь, повеситься? Вот и получается, что так-то по русскому литере отличник, а так-то троечник. Это мне еще и из жалости тройки натягивают и все время об этом напоминают. Чтоб доброту их чувствовал и жалость к себе. Ну, неправильно же. Я вот слышал по радио, есть такие классы специальные, гуманитарные называются. И в них учатся те, у кого способности к русскому литере. Их не мучают разными физиками, химией, геометриями. Ну, у нас такого нет. Слишком город маленький. И такой дальненький от всего, говорю же. И психбольница только для взрослых, и школа только общая. Так и живем. А трудовик? Ну, что он кричит на меня? Говорит, что у меня руки растут из задницы. Не, ну, объективно, ну, и сплечь же растут, как у всех. Я понимаю, что он образно, но ведь обидно. И пацаны ржут. У них все получается на трудах. Фрезы не ломают. Зато пишут он с какими ошибками. И читают до сих пор по слогам многие. Каждому свое, ну, правда. Мы с Сергеем Мамутиным на фрезерном станке работаем на трудах. Я сперва на токарном работала, но постоянно его ломал почему-то. И деталей все не мог понять, как их правильно затачивать. Тогда Степан Иванович меня спросил, у тебя какой номер квартиры? Седьмой говорю. Ну, вот вытачивай тогда семерку. Повесишь на квартиру, мать хоть увидит, что ты мужик. И руками что-то можешь. Мать и так видит, что я мужик, но не девочка же. Я вытачивал, вытачивал. Ну, ничего не получалось. Какие-то кракозябры, а не семерки. Ну, тогда Иванович плюнул, на фрезер на меня поставил. Надеваешь, говорит, фрезу, а она режет арматуру на кусочки. Так, понятно? Понятно, думаю. Чего непонятного? Только я штук шесть фрез поломала. Кусочки все равно не получались. Тогда трудовик совсем на меня плюнул. Серегу Мамутина поставил на фрезы. А меня рядом. Ну, просто, чтобы поливал эти фрезы. Эмульсии из резиновой груши. Ну, чтобы не такие горячие вылезали кусочки из станка. Я плеваю. Но все время мимо. То на себя, то на Серегу Мамутина. То вообще задумываюсь и заливаю нафиг станок. Ну, трудовик и кричит опять, что у меня руки из задницы. Какой я мужик вообще есть, что со мной дальше будет. Ну, что со мной будет? Ну, что со мной будет? Ну, вот пока в психиатрическое. Там посмотрим. Ребятам хорошо, у них отцы есть. А я без мужского воспитания. Отец ушел, когда мне и годика не было. Что ж, я виноват. Я его и не помню совсем. Мы только однажды с ним встретились три года назад. Мы тогда с мамой в круиз по Волге поплыли. Ей за хорошую работу путевку дали со скидкой на круиз. Ну, мы и поплыли. На теплоходе, кстати, неплохо было. Интересно. Только никогда качка. Тогда неинтересно, потому что блюешь. А так, разные города, экскурсии, солнышко. Волга, красота. Не то, что наш крайний север, гурюмый, где снег вечно. Ну и вот. А как-то утром, смотрю, мама какая-то вся нервная. Она всегда у меня нервная. Тут как-то особенно. И говорит. Митя, ты не волнуйся. Но мы сегодня приплывем в город, где твой папа живет. И мы с ним созвонились. Надо будет встретиться. Хоть посмотришь на него. Да и он на тебя. Ведь больше десяти лет не видел. И когда еще увидит. Ну я удивился, конечно. Ну интересно было. Я, конечно, отца видел на фотках. Но тут живую. Как встретимся? О чем будем говорить? Может я, как обычно, застесняюсь и только молчать буду? Ну в общем, приплыли мы в этот город. Когда подплывали, мама все стояла на палубе, вцепившись в перила. И все щурилось от солнца. Но прямо смотрела вдаль на берег. На людей там. И вот подплыли, бросили якорь. И мы с мамой спустились по трапу. И она стала нервно оглядываться по сторонам. И я тоже стала нервно оглядываться. И увидел папу. И он вдруг оказался такой родной, родной. Как будто бы не прошло больше десяти лет. И как будто я его помнил всегда. И он смотрел на меня грустно, немного испуганно почему-то. Наверное, потому что последний раз видел меня совсем мелким. А тут я здоровый уже, как конь. Ростом почти с мамой. А рядом с папой была тетенька какая-то. Чем-то недовольная. И все время держала его за руку. А рядом с ними была девчонка вертлявая. И мама подошла к папе и сказала привет. И он тихо почему-то на вы ответил. Здравствуйте. Ну, может, он к нам к обоим с мамой обращался. Поэтому на вы. Но мне показалось, к одной маме. Просто строгой тетеньке, которая рядом с папой, было спокойнее, когда официально. И папа перестраховался. Наверное. И папа все глядел на меня грустно и тревожно. И молчал, как я. Говорила в основном тетенька. Митенька очень приятно. Какой большой мальчик. Как на папу похож. А это твоя младшая сестренка Марина. Поцелуй ее. Так ляба девчонка смутилась. Я тоже. Ну, как-то трудно целовать девчонку. Даже если она твоя сестра. Тем более, если первый раз ее видишь. Ну, я чмокнул, щеку отскочил. Маринка покраснела, тоже отскочила. И завертелась с новой силой. А потом мы долго шли по набережной. Там такая набережная. Большая, красивая, вся в солнце. И чайки кричат. И зашли в кафе. Папа купил нам с Маринкой по мороженому. А тетеньке маме и себе по боковой вина. И мама все молчала. Пила вино. И только иногда робко вскидывала глаза на папу. Потом еще более робко смотрел на строгую тетеньку. Все плотнее придвигавшуюся к папе. И снова быстро опускала глаза в бокал. Маринка ела мороженое. Заглядывала на меня. А я на нее. Не сговариваясь, мы с ней Как бы определили для себя задачу Почему-то не встречаться взглядами. Уплетали мороженое. Но как-то все-таки одновременно. Однажды подняли глаза. У нее была очень смешная мордочка в этот момент. Наверное, у меня тоже. Потому что оба прыснули. Ну вот. Брат с сестрой нашли общий язык. Ухмыльнулась строго тетенька. А потом мы шли По набережной обратно к нашему теплоходу. И папа тихо сказал У Митьки родинка на щеке, как у меня. На том же месте. Теперь за окном совсем темно. И медбрат Валера подошел и сказал, что все нормальные люди в это время уже спят. А я ответил, что я же ненормальный. А он сказал, что ненормальный тем более. Ну да, мне и правда хочется спать. Такие таблетки. До завтра. Пятнадцатый декабря. А через год папа с семьей уехал за границу. Теперь вообще непонятно, когда увидимся. Ну, я же начала рассказывать вчера про концерт в школе. Как сидел на подоконнике и пытался выучить стихи, чтоб не по бумажке. А рядом на подоконнике села девчонка с гитарой. Из параллельного класса. Я ее часто в коридоре видел. Беленькая такая. Но не знал, что она на гитаре умеет. Но села, стала что-то наигрывать. И шевелить губами, типа поет. Но тихо. Тоже готовилась, наверное, к выступлению. И она меня вроде бы совсем не замечала. Шептала себе под гитару и шептала. Ну, я-то ее замечал. Ну, то есть заметил. Ну, и стал смотреть на нее потихоньку. То в свою бумажку смотрю, стихи учу, то на нее. И тут она вдруг спрашивает. Тоже волнуйтесь перед выступлением? Я ж подпрыгнул. Во-первых, удивился, что она меня, оказывается, заметила. А во-вторых, что на «вы» назвала. Прямо как папа мой. Ну, честно говоря, не очень волнуюсь, отвечаю. Только волнуюсь, что слова забуду. А я вот волнуюсь, говорит девчонка. Так волнуюсь, аж живот болит. Вы каким номером выступаете? Я говорю, понятия не имею. Как позовут, так и выступлю. Она говорит, вот и я понятия не имею. От этого еще больше волнуюсь, что в любой момент могут на сцену позвать. Ну, и так мы с ней мило поболтали о том, о сем, о волнении, об учебе, о родителях. У нее мама с папой в разводе уже год. Но папа иногда приходит, умоляет, чтобы мама его простила. Он музыкант, тоже гитарист. Творческая личность, ну, изменил маме разок. Бывает. А мама его не простила и на развод подала. Никакие уговоры не помогли. А Наташа, ну, вот это так девчонку звали, она представилась, очень из-за всего этого переживает. А когда поет, ей легче. Вот и поет. На концертах в том числе. Вообще гитара успокоительный инструмент, говорит. Возьмешь, проведешь по струнам и полегче. Я говорю, а для меня стихи успокоительный инструмент. Бывает, пишешь, пишешь и тоже полегче. Потом, правда, прочтешь, чего написал. Такая фигня. Ну, не сохранишь файл, да и все. А пока всей этой ерундой занимаешься, и полегче. Наташа улыбнулась, и я ей тоже улыбнулась. А потом она показала мне, какой аккорд у нее никак не получается. Сказала, вот тут надо баррэ сделать в этом месте. И как не зажимаю струну, не выходит. А что такое баррэ, спрашиваю. Ну, это когда одним пальцем надо одновременно все струны зажать. Вот смотрите, говорит она. И пробует баррэ это сделать. Зажала так-сяк, по струнам провела, получился очень смешной звук. Даже немного неприличный. Наташа аж сама рассмеялась. Я говорю, давайте я попробую это баррэ. У меня, может, пальцы покрепче ваших. Она мне гитару дает. А я ее отродясь в руках не держал. Взял задом наперед. Наташа смеется, переверните инструменты, говорит. Но я перевернул. Попробовал баррэ взять. Еще хуже получилось, чем у нее. Вот ведь придумал же кто-то это баррэ. Потом Наташа еще разные приемы гитары на ней показала. Например, смерть клопа. Это когда, не отрываясь по самой нижней, самой тонкой струне, не отрывая пальца проводишь, а потом по гитаре стучишь несколько раз, получается такой смешной. И правда, смерть клопа. Я тогда опять гитару не попросил и говорю, а вот так вот смерть слона. И по самой толстой, самой высокой струне, как проведу, потом постучал, и правда получилось бум-бум-бум-бум. Точно смерть слона. Хотя слоника жалко, конечно. Но смешно. Мы долго смеялись и придумывали смерти разных животных на разных струнах. И брынькали, и стычали, пока вдруг не прибежал за кулисы ведущий Леня Гапликов. Да как зашипит. По голове себе постучите. Пахомова, ты выступать собираешься? Третий раз уже объявляю. Ну, Пахомова, это Наташа, значит. Уйкнула она. Белой челкой мелькнула. И на сцену вместе со своей гитарой. Ну, ничего, так и выступила. Правда, слова забыла немного. Но это ничего. Я потом тоже забыл, когда выступал. Зато без бумажки читал. Тем более, я бумажку где-то за сценой потерял. От волнения и вообще. Ну, я почему-то подумал, что Наташа меня подождет после концерта. И я ее провожу до дома. Ну, или еще куда-нибудь. Ну, вообще не знаю, как это делается. Ну, как-то, наверное, куда-то приглашать надо. В кафе, там, в кино. Ну, как-то я все это не умею. Ну, думал просто, чтобы вместе. Чтобы гитару ей помочь донести и вообще. Ну, она не ждала. Она сразу после выступления, сразу куда-то пропала. А может, домой ушла. Ну, я тоже ушел домой. И весь вечер думал о ней. Ну, не то, чтобы она мне прям понравилась. Или тик того. Ну, просто я очень редко так разговариваю с кем-либо. И с пацанами не разговариваю, с девчонками. Так, если только чего-то по-русскому или по литре помочь, тогда обращаются. Или когда диктант у нас проверочный. Вот тогда меня все резко любят. Дерутся за место рядом со мной на диктанте. Ну, чтобы списывать или спрашивать, как что пишется. А потом диктант сдадут, и опять всем на меня пофиг. Ну, а Наташа, она ведь не знает, как я учусь и вообще. Просто ей было со мной интересно, и мне с ней тоже. Я подумал, вот есть у меня где-то далеко-далеко сестра. Я ее знать не знал. Разок увидел, опять не увижу, может, никогда больше. Папа тоже есть. И тоже кто знает, увижу ли я его еще. И как-то так. Никого у меня нет. Нет, ну, мама есть, конечно. Но она вся в работе. Она воспитатель в детском саду. Дети ее любят. Она их тоже, но сильно устает. Приходит поздно, поест быстренько. Парефраз перекинемся, как в школе, норма. У тебя устала, как собака. Ну, ложится спать. Сейчас еще Новый год скоро. Подготовка к утренникам. Репетиции всякие. Маме в этом году досталась роль Бабы-Яги. Так-то она у меня красивая. Совсем не Баба-Яга. Ну, просто артистичная. Бабу-Ягу ведь не каждый сыграть сможет. Вот Снегурочку каждый. Ну, то есть каждая. Снегурочка что? Ходи себе, ходи рядом с Дедом Морозом. Да улыбайся, да в ладоши хлопай в хороводике. Вот Наташа бы хорошо Снегурочку сыграла. Потому что она беленькая. Ну и вообще. Не потому что тупая. Вот я и говорю, что никого в общем-то у меня нет. И когда встречается вдруг такой человек, как Наташа, ну, сразу начинаешь что-то тебе придумывать. Она, может, сразу и забыла про меня и про наш разговор. А я вот думаю, думаю. Что же за башка у меня такая? Когда надо, думай ты, когда не надо. Чаще, когда не надо. И все-таки я очень хотел теперь почаще встречать Наташу в коридорах в школе. И когда встречал, смотрел на нее, наверное, очень глупо, как щенок на хозяйку. Она мне тоже улыбалась, если замечала. Но чаще не замечала. И я вот думаю. Знаете, когда ты одинокий, никого у тебя нет совсем. Очень важно про кого-то думать. Даже может он про тебя не думать совсем. Это не главное. Главное, что ты думаешь. И это тебе помогает. Как Наташа помогает гитара, например. Или как мне стихи. В общем, я сочинил стихи Наташи. И решила ей подарить на какой-нибудь праздник. Ну, например, на тот же Новый год. Вдруг ей будет приятно. Если ей будет приятно, то мне тоже. Но до Нового года все-таки еще надо было дожить. А мне не терпелось подарить и посмотреть на реакцию. Тогда я попросила у мамы календарь праздников. У нее такой календарь есть. Коллеги в садике подарили. Ну, там написано, когда какой праздник. Даже самый дурацкий. На каждый день, оказывается, праздник существует. Ну, конечно, можно было посмотреть в интернете. Но, как назло, у нас его отключили за неуплату тогда. А мне прямо не терпелось. И вот я стала листать этот календарь праздников. Искать праздник в ближайшие дни. Подходящий хоть немного, Наташа. Как назло, 11 октября был Международный День Девочек. Но 11 октября уже прошло. А так хорошо было бы в этот день подарить стихи. Ну, а так ничего не подходило. Всемирный День Макарон. Ну, что это такое? Еще обидится, если в такой день подарить. Ну, просто она высокая, выше меня на две головы. Подумает еще, что я намекаю, что она длинная, как макаронина. А, вот! День Осенних Миражей. Что, красиво? Но, как-то уж слишком. Все-таки Наташа не Мираж, а вполне реальный человек, к счастью. Хэллоуин тоже как-то. Может обидеться. Все-таки это праздник нечисти в основном. Интересно, думаю, какой в этом году будет у нас Хэллоуин в школе? Опять Женька Никифоров нарядится в зомби и до полусмерти напугает Людмилу Васильевну старенькую физичку. Но он молодец, конечно, в том году, как выскочит из-за угла. А Людмила Васильевна как раз журналом шла в учительскую. А тут, с одной стороны, зомби выскакивают, с другой, классная наша биологичка, скелет несет. Ну, пособие. Но случайно так совпало. Вот смеху-то было потом. Сперва так классная, конечно, наорала на нас. А если бы у Людмилы Васильевны сердце не выдержало, мало того, что вы эти чуждые нам американские праздники отмечаете, так еще и над заслуженным педагогом издеваетесь. Но никто же не издевался. Женька сам перепугался. Он думал, что девчонка какая-нибудь идет, а не Людмила Васильевна. За углом-то не видно толком. Он же тем более в маске. Да, нехорошо получилось. Так я Наташа про праздник. Нашел я такой. 3 ноября. День хранения тайны называется. Вот подарю ей стихи и скажу. Храни эту тайну. Нет, не так. Скажу. Храните эту тайну на вы, как она, чтобы ближе быть. Стихи, кстати, не то чтобы про любовь, но просто про то, что мне с ней хорошо было говорить и хотел бы еще хотя бы иногда так разговаривать. Про музыку, про стихи, про смерть клопа. Мало ли интересных тем могут найти два умных человека. И я еле дождался 3 ноября. Побежал в школу, сломя голову и как грохнусь на льду. Чуть башку не разбил. Прибежал и стал искать Наташу, пока звонка нет. В ее класс заглянул, нет ее. Мне вдруг так страшно стало. Подумал, ну вот, сейчас она войдет в класс, а я ей чего? Отойдемте, мне вам кое-что подарить надо. Как-то это глупо. Надо же еще, чтобы никто не видел. А то ржать будут, жених и невеста, и вообще ее в неловкое положение поставлю. В общем, так я ее не дождался. Поплелся, значит, тебе в класс на урок. И на первой же перемене снова у ее класса был. И опять ее не увидел. Да что ж такое? В общем, после каждого урока у ее класса торчал. А потом ее класс на другом этаже занимался, география там была у них. Я туда помчался. Так что мне даже их какой-то пацан сказал, ты что у нас сошиваешься весь день? Что надо-то? Ну, я сперва сказал ничего, а он ничего у худой хозяйки на полке. Чего удивился я? Ну, это бабушка моя так говорит, улыбнулся пацан. Так что хотел? Ну, пришлось мне ему признаться, что вот Наташу ищу. А, так Пахомова заболела же. Зачем ищешь? Передать кое-что надо. Так давай мне. Она как выздоровеет, я передам. Ну, я с духом собрался и говорю, это личное. Тут пацан совсем разулыбался. Говорит, бывает, понимаю. У нас с Наташку целых три пацана влюблены. Это вообще хорошо, что я тебе попался, а не кто-нибудь из них. А то было бы делов. А ты начал я. Не, мне Наташка не нравится. Мне знаешь, кто нравится? Кто? Ну, это я так просто его спросил, из уважения. Вот уж неинтересно было мне знать. А он нагнулся к самому моему уху и тихо говорит. Юлия Сергеевна. Да ладно, говорю. Англичанка? Она. Только никому. Английский только, жаль, совсем не дается. Прям стыдно перед ней. Ну, в общем, хороший пацан оказался. Денисом звать. Пожали мы друг другу руки и разошлись. Он дальше сохнуть по Юле Сергеевне, а я по Наташе. Ну, не то, чтобы сохнуть. Ну, правда, жаль, что она заболела. А может, проведать? Ну, что, только адрес узнать. Там и стихи бы отдал. Медбрат Валера говорит, что я, наверное, пишу «Войну и мир». Думаю, что я толстой. Ну, не совсем же я псих. Какой же я толстой? Я совсем даже не толстой. Я Тургенев. Ха-ха. Ну, ладно, спать. А то Валера третий раз уже мимо палаты прошел, грозно глядя. Всем до завтра. 16 декабря. В общем, ходил я дальше в школу. И все ждал, что вернется Наташа. Что она выздоровеет. Но она все не приходила. И тогда я нашел Дениса. Ну, того, с которым познакомился из ее класса. И спросил, не может ли он узнать Наташин адрес. Денис подумал, подумал и сказал, что спросит у их классной. Ну, и спросил. Молодец. Вообще, хороший пацан. Редко таких встретишь. А может, он меня просто понял, потому что у него тоже такая странная любовь. Безответная типа. Но у него еще и несбыточная. Потому что к учительнице. У меня все-таки... Мало ли. Наташа мне в коридоре-то улыбается. Может, тоже какие-то чувства у нее есть. В общем, дал мне Денис адрес. А я его спросил. А я могу чем-то тебе помочь? Он подумал, подумал и говорит. Да нет, не надо ничего. Я спрашиваю, точно ничего? Он говорит, ну да, ничего. Ничего. У худой хозяйки на полке. И мы с ним оба рассмеялись. А потом он и говорит. А ты же вроде стихи пишешь, я слышал. Я думаю, ну вот она и слава. Уж и в других классах известен. Ну да, говорю. Есть немного. А ты можешь, Юлия Сергеевна, написать стихи? Ну, от моего лица. В принципе, могу, говорю. А что писать-то? Ну, смутился Денис. Ну, напиши, мол. Пишет вам Юлия Сергеевна. Один человек неизвестный, которому вы очень нравитесь. Неплохое начало, говорю. А дальше? Ну, напиши в том смысле, что нравитесь очень. Но человек не знает, как вам об этом сказать. И как вы отреагируете. Потому что такие обстоятельства, что он ваш ученик. Да нет, ерунда какая-то получается. Разозлился сам на себя Денис. Просто напиши, что любит человек и желает счастья. А я ей на уроки подброшу. Неплохо, говорю. Ладно, напишу. В общем, еле дождался я выходных. Взял свои стихи для Наташи и поехал к ней по адресу. Она довольно далеко жила. Город у нас хоть маленький, но все-таки не деревня. На автобус надо было ехать пять остановок. Вот стоял я на остановке, стоял. А холодно же. У нас и летом холодно. А осенью, зимой так вообще. И темно еще. Почти весь день. В школу идешь, например, еще темно. А выйдешь из школы вроде день, а уже темно. Прям не горд, а наказание. И темно, и холодно, и вообще. Спасибо, в кавычках, тем, кто моих предков сюда законопатил. Ни за что, ни про что. Ладно, это другая тема уже. Ну вот, стою на остановке, значит. Мерзну. А мама мне говорит всегда. Если долго нет автобуса, надо повернуться три раза вокруг себя и сказать. Раз, два, три, автобус, приходи. Она говорит, что ей всегда помогает. Я это вспомнил. И подумал, ну что я буду, как дурак, крутиться вокруг себя. Не маленький уже. Люди бог знает, что подумают. Но так долго не было этого проклятого автобуса, что уже решил идти на крайние меры, действительно. Поглядел вокруг на всякий случай. Но народу, который на остановке, не до меня вроде. Все мерзнут, все злятся, в воротники прячутся. По сторонам не глядят. Но я тогда и решился. Повернулся три раза вокруг себя и одновременно говорю тихо. Раз, два, три, автобус, приходи. И вот, хоть верьте, хоть нет, моментально гляжу, вдалеке автобус появляется. Едет потихоньку к остановке. Вот и говорите после этого, что чудес не бывает. Подъехал. Правда, не мой. А мой еще минут двадцать ждал. Совсем замерз, как Маугли. Это тоже мама почему-то так говорит. Змерз, ну то есть замерз, как Маугли. Хотя вряд ли. Маугли в джумблях у себя мерз. Вот если бы его к нам, на крайний север, тогда, конечно, бедный Маугли тогда бы. Вот тогда бы он действительно свой красный цветок побежал искать, чтобы согреться. В общем, ехал я, ехал. И вот она, нужная остановка. Выскочил и к Наташиному дому. Довольно быстро его нашел. Ура! А то бы опять замерз, как Маугли. А у двери квартиры как-то что-то забоялся. Вот, думаю, квартира Наташи. Вот она там болеет. И неизвестно, в каком состоянии. И неизвестно, кто у нее там дома. Может, родители. И может, они не совсем будут мне рады. А может, там Наташин друзья. У нее страничка ВКонтакте закрытая от посторонних. Там непонятно, сколько у нее друзей. И вообще, может, совсем я не к месту буду. В общем, думал я, так думал. И решил уже обратно идти. А тут вдруг дверь Наташиной квартиры открывается. И выходит сумка женщин такая. Тоже вся беленькая, как Наташа. Увидела меня и спрашивает. Тебе чего, мальчик? Я тихо так говорю. Я это... Я вижу, что ты это. Строго так женщина говорит. Я спрашиваю, чего хотел. Да я вот навестить. Совсем уже тихо говорю. А, ты к Наташке? Женщина потеплела немного. Но так бы и сказал. Заходи. Поддержишь компанию. И ей веселее будет. Не с одним этим придурком, чтобы. Все, я на работу, привет. И стала спускаться вниз. А я зашел. В коридор. И стою. Ну, неудобно как-то дальше проходить. Тем более, откуда я знаю, что там еще за другой придурок. Тут слышу голос Наташ слабенький такой. Пап, кто там? И в коридор вышел мужчина. Такой невысокий, бородатый, в очках. И в руках гитара. Увидел меня и спрашивает. Вы кто? Я говорю, к Наташе я. Навестить. Одноклассник? Да нет, просто. Из школы. Понятно, говорит Наташин папа. И кричит в комнату. Натик, к тебе молодой человек пришел. А потом мне опять проходить не стесняйтесь. О, как думаю. То жена вы. Прямо как Наташа. Сразу видно, в кого он такая интеллигентная. Ну, я и прошел. А папа сел на стул возле Наташиной кровати и стал наигрывать на гитаре. Что-то такое знакомое-знакомое. Душесчипательное. Хорошо так играл. И молчал. И Наташа молчала и слушала. И я стояла, молчала и слушала. И было все больше неловко. И я опять пожалел, что пришел. Но потом Наташа, будто очнулась, повернулась ко мне. И чудесно так улыбнулась. Митя говорит, как хорошо, что вы пришли. Садитесь, садитесь. Куда садиться, спрашиваю. Да прямо на кровать, не стесняйтесь. Легко сказать, не стесняйтесь. Тем более, когда прямо на кровать надо садиться. Ну, приснулся куда-то с краешку. Достал из пакета шоколадку. Альпенгольд. Держи, говорит. Держите. Выздоравливайте. Скорей. Спасибо, говорит Наташа. Только мне сладкое пока нельзя. Ага, нельзя, ей говорит папа, не переставая наигрывать. Фолликулярная ангина дело такое. Из сладкого пока только мед можно. Ну да, грустно, говорит Наташа. Представляете, Мить. Просыпаюсь и чувствую, что-то со мной не то. Пытаюсь встать, а голова кружится, кружится ужасно. Температуру померила мама. У меня тридцать девять и пять. И говорить не могу. Горло болит ужасно. И глотать не могу. Вообще ужас. Бедный мой Натик. Вздохнул ее папа и сыграл смерть клопа. Ну, представляете, даже не могу до горла дотронуться. Так болит. Слабым голосом жаловалась Наташа. Это, наверное, на физре простыло, когда на лыжах бегали. Воздухом холодным надышалось. Эх, учителя, садюги, мучают вас этими лыжами, говорит папа. В такую погоду хорошая собака хозяина не выгонит, как говорится. Бедный мой Натик. Ага, говорит Наташа. И видно, что и правда говорить ей тяжело. Пап, ты сделай Мите чаю и мне заодно. С медом вскочил папа. Ага, конечно, стонет Наташа. Будет сделано. И папа, осторожно положив гитару на одеяло, убежал на кухню, моментально загремев там чем-то энергично. Папа попросился прийти. Тихо сказала Наташа. Мама ему сказала, что я заболела сильно. И он все просился. Переживает за меня. Но она сегодня разрешила. У нее работа срочная. Чтоб одно мнение оставлять. Злилась долго, но разрешила потом. Сказала ему, ты все равно, мол, не работаешь толком никогда. Ладно, посидишь с ней, хоть полезным делом займешься. Наташа закашлялась. Долго кашляла. Я все думала, что надо сейчас принести ей воды. Но опять что-то было неловко. Ненавижу себя за эту вечную неловкость. Она, наконец, откашлялась и слабым-слабым голосом попросила. Митя, подайте гитару, пожалуйста. Я аккуратно, стараясь не касаться одеяла, и Наташа под ним подал ей гитару. Наташа взяла ее и лежа тихонечко что-то заиграла. Ну вот видите, играю легче становится, сказала она. Музыка – это волшебство. Ну да, говорю, и стихи тоже. И уже хотел стихи эти самые достать, которые ей написал. Но опять что-то застеснялся. А тут и папа ее с кухни вернулся с двумя кружками чая с медом. На красивом таком в узорах подносе. Поставил поднос на маленький столик у кровати. И пока чай остывал, мы с ним молча слушали, как играет на гитаре Наташа. А Митя тоже творческий человек, знаешь, папа, вдруг сказала она. Да ну, улыбнулся папа. И чем же конкретно занимаетесь, вежливо меня спрашивает. Тоже музыка или живопись или танцы? Митя – поэт, говорит Наташа. Ого, поэт! Папа уважительно закивал головой. Замечательно! Не прошу вас ничего читать. Знаю, что далеко не все поэты любят читать свое. А вообще, знаете, я тоже был не чужд. Писал стихи. Ну, все мы пишем, конечно, в молодости. Но не все потом становимся поэтами. Да зато музыкант хороший, успокоила его Наташа. Ну, как хороший, смутился папа. Хорошим и платят хорошо, и работают они стабильно. А я так. Там-сям. Сегодня ресторан, завтра ученик, послезавтра фонограмму пишем. Папа в музыкальной школе лучше был, гордо сказала Наташа. Его даже вешали. Ну, не в прямом смысле. Вешали, поспешно уточнил папа. Фото вешали на доску почета. На стенд ими гордится школа. Тут вот Гриша Кондратов. Папа показал над ладонями. Где тут примерно? Тут Ира Бургат. А тут ваш покорный слуга, как говорится. Ну, это все в прошлом. Да ладно тебе, папа, ты крутой. Давайте чай пить, сказала Наташа. И осторожно стала приподниматься. Папа подскочил, чуть не сбросив под нос с чашками, поспешил ей помочь. Потом пили чай с медом. Я все смотрела на Наташу и думала, как же мне вручить ей стихи? При папе неудобно, без папы еще больше неудобно почему-то. А папа все наигрывал на гитаре, которую без слов вскоре попросил у Наташи, протянув руку. И говорил, я и прозу ведь пробовал сочинять. Мы тогда все увлекались фантастикой. И была у меня такая идея написать фантастическую повесть. Знаете, как бы из собственной жизни. Сюжет такой. Стою я будто бы на остановке, жду автобуса. Раз, два, три автобус приходи, вспомнил я. Жду, значит. Наконец он приходит. Сажусь. Она против меня, девушка красивая. Красивая-красивая сидит и плачет. Но я у нее спрашиваю, что вы плачете? Что случилось? Она мне рассказывает, что попала сюда из будущего. Только это, мол, и помнит, что она из будущего. А больше ничего. Правал в памяти почему-то. И не знает, как ей вернуться назад в свое будущее. Для чего-то здесь оказалось, с какой-то миссией. Что ли послали ее в прошлое. Не помнит. Может, головой стукнулась при перемещении. И я будто бы решаю помочь ей вернуться. И вспомнить, зачем она тут. Я, правда, так и не придумал, зачем она тут. И как помогу ей вспомнить. Но придумал, что в нашем настоящем много ее современников из будущего. И они все работают в разных местах. Ну, как бы пристроились. Кто-то в метро на эскалаторе, например. Стоит целый день, смотрит, как люди по эскалатору спускаются. Я в Москве тогда как раз гастролировал с ансамблем Крылья Севера. Все смотрел на этих людей, которые в будках сидят и целый день вглазеют на нас спускающихся. День за днем, год за годом. Это ж с ума зайти можно. Вот я и подумал, что такие люди должны быть или инопланетянами, или из будущего. А иначе как не свихиваются на такой работе от скуки. Вот мы с той красивой девушкой их и искали бы таких, чтобы они и помогли вспомнить и вернуться. А чтобы вспомнить, у этих людей в голову специальная система встроена, которая у моей девушки при падении сломалась. Они как бы проецируют из мозга на стену там или куда придется всю свою жизнь. И так вспоминают. И будто бы они мне это тоже показывают. И хотят меня научить, чтобы я так же умел проецировать и вспоминать. И исправлять ситуации. Да там же еще при просмотре можно было ситуации исправлять. Мучительно разные. Ну знаете, бывают в жизни воспоминания, которые всю жизнь мучают. И стыдно за них, и горько. А вот было же, и никуда не денешься. И я всю жизнь хочу исправить это как-то. А как исправишь, если уже было? Только вот так, фантастическим образом. Вот скажем, был у меня такой случай. Натик тогда еще совсем маленькая была. И тоже зима, как всегда, метель, света белого не видно, мороз. А я Натик, как маме своей, повез. Ну, к бабушке ее, значит, в гости. Мама у меня, царствие небесное, на краю города жила, на Парковой. Старая эта улица, знаете же. Ну, мама Натика покормила, а меня напоила. Хотя, я и сам мог себя напоить тогда неплохо, чего уж на маму наговаривать. И вот поехали мы с Натиком обратно. Она вся в шубе, закутанная, на саночках сидит, а я ее бегом-бегом санки эти тащу, по сугробам доской с метель. И вот через какое-то время чувствую, санки у меня легче стали. И ведь не сразу заметил, вот я тварь пьяная. Обернулся Натиком, а его на санках-то нет. Я бегом обратно по дороге этой узкой между сугробами. Снег, метель в лицо, мороз этот жуткий. И понимаю с ужасом, что Натик вся закутан и не двинутся. Где-то там на дороге лежит среди сугробов и мороза. И может уже занесло ее. Ну, Господи, что я тогда пережил? Ну, слава Богу, увидел ее потом. Лежал и кричал на снегу, уже и голос срывался. Я, хватит ее в охапку, к себе прижал и сам кричу от ужаса и стыда и страха и ненависти к себе. Дальше уж, когда поехали, каждую секундочку на санке оглядывался. Такое бы воспоминание. Да стереть! Стереть к чертовой матери! Изменить ту ситуацию! Чтоб как только Натик из санок выпало, я в ту же секунду оглянулся и подхватил бы ее, чтоб она и понять ничего не успела. И вот эти, из будущего, мне ту ситуацию будто бы исправляют, проецируя. Я только увидел, как в кино, что она выпала. Сразу хоп и туда, в проекцию, к ней. Подхватил, усадил и поехали дальше с моим солнышком, чтоб она на меня не злилась никогда. Пап, да ладно, ты уж совсем засмущалась Наташа. Это когда было, я и не помню совсем того случая. И слава Богу, что не помнишь. Но я-то помню, крикнул папа. Наша проблема таких людей, как мы, в том, что ничего не забываем. И с каждым годом от воспоминаний становится все больней. Всю жизнь вспоминать им мучиться, мучиться, виной и жалостью. Вот если бы можно было менять, убирать из прошлого события, а как событие уберется, так и воспоминания о нем исчезнут. Ведь так? Ну что, еще чаю? А, еще же печенье есть. Вот я, старый болван, сейчас принесу. Какой же ты старый? Слабым голосом возмутилась Наташа. Ну да. А значит, по поводу того, что болван, возражений нет? Хохотнул папа. Я спускался по лестнице, дав обещание папе Наташе приходить почаще и взяв обещание у Наташи, что она совсем скоро поправится и вернется в школу. Стихи я так и не отдал. Мне показалось, это как-то не к месту. Человек болеет, а я со своими чувствами. Потом отдам. В школе. Я переживал за Наташу и думал, что папа у нее добрый, хоть и через чур суетливый, наверное. А мама, наверное, не очень добрая. Но папа, наверное, тоже ведь нехорошо поступил, раз изменил ей. И маме есть, из-за чего на него злиться и придурком обзывать. В общем, сложно все в этой жизни. Но хорошо, что навестил и увидел Наташу. А потом, когда вышел из подъезда, я увидел их. Их было двое. Они двинулись ко мне. А все, до завтра. Валера выключил свет. 17 декабря. Когда с утра пьешь таблетки, которые выдает то Валера, то медсестра Оля, становится полегче. Ну, или кажется, что полегче. Оля добрая вообще. Валера грубоватый, ну, а что делать? Жизнь такая. И работа. Он, например, всегда нас с поста по фамилии окрикивает, когда таблетки пить или там в столовую. А Оля по имени всегда еще дарит нам разные вкусности. Танцующие Ири, например, сливки. Она их любит в кофе добавлять. С утра в коридоре пляшет под телевизор и кофе там греет. Ну, и сливки эти в кофе. А Миша, который космический боец, он вообще очень любит покушать. Я уже писал. Ему, что Оля не даст, все вкусно. И добавки просит. И Оля дает добавки, в отличие от Валеры. Кукареку, который из ниточек вяжет, он любит разные семечки, как настоящий петух. Оля им их приносит иногда. А Олег, который монстров рисует, с удовольствием принимает Атолий яблочный сок в бутылочках. Это хоть как-то скрашивает его серые будни. Здесь даже ручками нельзя пользоваться. Он карандашом рисует, говорит, это не всегда удобно. А что делать? Тут ничего, маломальски, острого нельзя. Ни ручек, ни вилок. Мы в столовой даже макароны ложками едим. Ни зубочисток. Мама мне как-то зубочистки принесла, так не разрешили. Книгу Лермонтова, значит, разрешили, где все такое мрачное вообще. А несчастные зубочистки ни в коем случае. Обидно. И в зубах неудобно ковырять. Мне Оля тоже приносит то шоколадки, то йогурт, то булочки какие-то. Мне есть особо не хочется. Это еще сначала болезни так. Ем с трудом, хоть и не худею специально, как Маша. Я в основном Миши это и отдаю. Он все с удовольствием лопает. Валера на Олю злится, что она нас прикармливает, как собачек. Оля соглашается, но все равно прикармливает. Тут далеко не всех же навещают и вкусности приносят. У кого-то и родных нет, а у кого-то и есть, как у меня мама. Но у нее вечно денег нет. Так принесет что-то по мелочи. И книжки. Я все стихи прошу. Лермонтов, Пастернак, Галич. Миша не понимает, все спрашивает, зачем эту фигню читать. Я ему с дуру как-то признался, что тоже стихи пишу. Так теперь он меня обзывает ненормальным. Это он-то, который вообще с Марса прилетел. Необычно очень тяжело в палате с этими соседями и вообще в замкнутом пространстве я выхожу в коридор. Там диван такой большой есть, потрепанный. Ну, более-менее уютный напротив телевизора. Иногда Оля рядом садится, болтаем о том, о сём. Ну, такая вот она разговорчивая. Она иногда про себя рассказывает, что и родители всё же не хальнищут, знакомят с разными, а ей никто не нравится. Но, говорит, справедливости ради, и она никому не нравится. Потому что я некрасивая, чего уж там, сама знаю, вздыхает Оля. Ну, не знаю, вроде нормальная. Ну, конечно, не Маша здешняя, и тем более не Наташа. Но сойдёт, мне кажется. И вообще, она молодец. Сразу после школы работать пошла. Да не куда-нибудь, а к психам. Это мужество надо и вообще. работает и параллельно к поступлению в медучилище готовится. Да, так о чём я? Вышел я, значит, тогда из Наташиного подъезда в раздумьях. И печаль моя светла, как говорил поэт. И тут эти двое меня остановили. Стопе, говорит один, рукой меня так в плечо и будто пригвозил к стене дома. Тормозе, говорит другой, и в другое плечо. Думаю, ну местные. Обычное дело, особенно в нашем городе, где половина сидит, половина готовится. Это ещё с начала века повелось, что тут сплошь тюрьмы. И у школьников такая же психология у многих, тюремная. Разборки всякие, понятия, где чья территория. В общем, если честно, перепугался, конечно. Не раз уже вот так попадал. То деньги отберут, а то и в глаз могут дать. Но эти как-то молчали. Ни денег не требовали, ни бить вроде не собирались. Один такой мрачный, с синими кругами под глазами и без зуба, приблизил ко мне лицо. Противно так пахло дымом у него изо рта. И говорит, чё к Наташке липнешь? А второй, чё тебе от неё надо, а? Стишки посвящаешь, навстречу напрашиваешься. А с нами чё? Не хочешь встретиться? Ага, снова говорит первый. Мы чё тебе, не компания, не интеллигенты, да? И ещё сильнее меня к стене прижимает. Чё молчишь? Второй спрашивает. Чё говорить? Я не знаю, чё говорить. Я не понял толком, кто они. Ну, понял только, что Наташны поклонники. Ну, как они узнали, что я тут? Следили, что ли? А нам Деня сказал, будто прочитав мои мысли, говорит первый. Денис, что ли, подумал я. Ну, да. Иначе откуда они про стихи-то знают? Я ж только ему и говорил. Вот предатель. А я поверил. Даже у Юлии Сергеевны уже стихи начал. Так чё молчишь? Снова второй. Ничего ли печу? Ничего. У худой хозяйки на полке. Ха-ха. Это первый. Ну, да точно. Денис с ними заодно. Ещё раз возле Наташки увижу, притянул меня за куртку к себе и резко толкнул. Я сильно ударился плечом и башкой о стену, а шискры с глаз чуть-чуть цепанули. Ещё раз он тебя возле Наташки увидит, подтвердил второй и ударил меня в другое плечо, а потом немного прибавил кулаком в бедро. Понял, паэт хренов. Я молчал и трясся от страха и боли. Ну, больно было мне меньше, чем страшно. Только голова гудела после удара. Боже, как же было стыдно. Но я впервые не мог произнести ни слова от страха. Чё молчишь? Чё молчит? Да видно, в штаны и в данный момент накладывает. Сейчас наложит и что-нибудь нам скажет. Ха-ха. Может, даже в стихах хохотнул первый. И снова приблизил своё вонючее страшное лицо вплотную к моему. Скажи спасибо, что таких уродиков не бью. В первый раз. А во второй тут уж извини, Пушкин. Будет тебе такой дантист. Дантес? Проблеял я, не выдержав такой грубой ошибки. Во-во, соображаешь, значит. Ещё раз возле Наташки увижу. Нечем будет соображать. Интеллигент, твою мать. После этого он очень неожиданно и точно плюнул мне прямо в лицо своей ядовитой табачной слюной и обратился ко второму. Пошли, Герман. Он понял. Понял, Шибзик. Снова грозно повернулся ко мне. Понял, каким-то чудом выдохнул я. Понятливый поэт, живой поэт. Резюмировал второй и тоже плюнул мне в лицо. Но попал в основном в ухо. Всё-таки не было у него такой меткости, как у первого. Да и не особо целился в отличие от него. Просто неумелое подражание такое. Я ещё долго стоял у этой стены. Совсем-совсем уже стемнело. Только одна полярная звезда горела в тёмном небе, а я всё стоял. И ноги мои тряслись. И душа моя тряслась. И стыдно, и больно, и грустно мне было невероятно. Мысли проносились в голове, как тени. И я просто тупо провожал их. И ни на одну не реагировал. Не мог. Подняться сейчас обратно к Наташе, как к спасению. Но мне же нельзя больше быть с ней рядом, а то... Ну а что а то? Что ж я такой трус? Ну что они мне сделают? Побьют, да. Но не убьют же. А если убьют? Мужчина я или нет? Должен я рисковать ради любви или нет? Ради любви? А что, я люблю Наташу? Или нет? Или это не любовь, а так от одиночества? И от того, что она одна ко мне на вы? Я, наконец, отлепился от стены и заплетающимся шагом побрел к остановке. Да, все из-за одиночества, думал я, пока ждал автобус. И машинально крутился на месте и бормотал про себя. Раз, два, три, автобус, приходи. Да. Да нет тут никакой особой любви у меня к ней. Тогда почему я о ней все время думаю? Если бы можно было, как в той истории, которую хотел написать Наташин папа с помощью пришельцев из будущего спроецировать тот вечер, тот концерт, где Наташа села рядом со мной на подоконник со своей гитарой, я бы тогда встал и ушел. И ничего бы не было. И жил бы спокойно. Зачем вообще мне нужна эта любовь идиотская? Мне просто всю жизнь очень одиноко. Вот ищу себе приключений на задницу, как говорит моя мама. Надо с мамой поговорить. А с кем еще? Друзей нет, никого нет. Отец далеко-далеко в южном городе на Волге со своей строгой женщиной и корчащей рожицу дочкой. Мама поймет. Ну, а не поймет, так успокоит хоть. Она же мама. Самый родной мой человек. Мамочка. Как хорошо, что ты у меня есть. Так я думал. И мерз. И гудела голова, и болело плечо, и плакал. И слезы текли по лицу, и застывали льдинками на морозе, перемешиваясь с плевками Наташиных ухажеров. А потом, наконец, приехал автобус, и я ехал долго-долго. И думал о маме, о Наташе, о предателе Денисе, о его страшных приятелях, обо всех людях и обо всем. Слезы все текли, и я никак не мог остановить их. И прятался в шарф, и натягивал пониже шапку, но мог плакать и открыто, и в голос. Никто не обращал на меня никакого внимания. Люди сидели, уткнувшись каждый в свой телефон. Какой-то мужик через пару рядов от меня громко разговаривал с своим смартфон. А я ему так и говорю. Если тебе не важно, как мы год закроем, то мне важно, ясно? Потом начальство с дрючей, до Африки голым побежим, ядреный корень. До Нового года месяц о коне валялся. Потом он слушал, как кто-то ему отвечает, и снова кричал в трубку. Но ты меня вот понимаешь, а он не понимает. Плевать он хотел на начальство, видите ли, больно умный, ведь. Но вот ты мне скажи, я прав или нет, ядреный корень. Ты меня понимаешь? Надо, я чувствую, я понимаю, что надо вести себя как мужчина. А как это как мужчина? Отец бы подсказал, или может старший брат, если бы он у меня был, или, ну не знаю, друг какой-нибудь. А я пришел к маме, потому что больше некому было. И она не поняла. А может и поняла, но ей не до того было. У нее в садике проблем выше крыши. И Слава Беляев руку выехнул, и заведующий лютует, и утренники эти дурацкие, кто их только выдумал. А Деда Морозу Снегурочка в этом году запретили со стороны приглашать, только чтобы сами родители играли. И в целях экономии, и в целях безопасности. Вон в стране каждый год по Деду Морозу на утреннике умирает, а то и по два. Малышам стресс на всю жизнь. А где взять Деда Мороза среди родителей? Папа и дедушки не хотят, не умеют, стесняются. Один согласился вроде, старший брат Веры Капустины, но слишком уж он раздолбай по виду. Того и гляди, вместо новогоднего стишка какой-нибудь рэп детям читать начнет. Вот будет делов. И мама, конечно, внимательно выслушала, но только вздохнула и говорит. Знаешь, сын, просто не ходи больше к этой девочке и старайся с ней в школе никак не контактировать. Ну как же, говорю, вот так, перебивает мама. Ты не хочешь проблем? И я не хочу. Если с тобой что-то случится, не переживу, так и знай. Я понимаю. А понимаешь, вот и забудь все это. Знаешь, сколько у тебя технотаж еще будет? Считать замучаешься. Да откуда они у меня будут-то, думаю, не красавец же. Весь в отца, мама сама говорит. И это огромная красная родинка на щеке. Тьфу. И потом, зачем мне другие? Мне Наташа нужна. Если нужна, значит, все-таки люблю, получается. вот я сейчас подумал. Думаю, тут в больнице о Наташе. Да. Но ведь думаю и о Маше здешней. В столовой стараюсь ближе к ней сесть. По коридору хожу, все жду, чтобы она тоже вышла за чем-нибудь. Это же неправильно, нехорошо. Опять же, не по-мужски на всех девушек кидаться. А может, именно это и по-мужски? Недаром же и папа вот ушел к той женщине. А ведь раз женился на маме, значит, ее тоже любил. По крайней мере, сначала. В общем, запутано все в этой жизни и непонятно. А медбрат Валера свет сейчас выключил, цыкнув на меня в темноте и дописываю на ощупь. 18 декабря. Мы с мамой долго потом еще сидели, и она меня гладила по голове. А я к ней прижался, как в далеком-далеком детстве. И за окном было ничего не видно, одна чернота. И метель завывала, и мама рассказывала. Ты дедушку и бабушку не помнишь родителей моих? Совсем маленький был, когда умерли. Но как мне с ними тяжело было. Ты на меня не обижайся, если что не так говорю или делаю. Я стараюсь. Но просто, когда весь день в садике дети, 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 хочется отдохнуть от детей, не обижайся. Ну да, ты, конечно, уже не ребенок, но все-таки. А вот мои родители совсем с детьми не умели. Не знаю, зачем они меня только родили. Всю жизнь ругали, запрещали все, злились. Я на них смотрела и думала, будет у меня дочка или сын. Буду заботиться. Никогда себя так вести не буду. Ну, получается, как уж получается. прости. Папа мой, твой дедушка, пил всегда. Пил и пил. Художник был талантливый, но пьющий страшно. Деньги за заказ получит, придет пьяный-пьяный-пьяный, давай буянить. То не так. Это не так. Они с мамой, бабушкой твоей, в училище познакомились, художественном. Она тоже хорошо рисовала, могла бы работать где-нибудь в искусстве. А он ревнивый был, сиди дома, никуда не ходи. Ну, она и сидела, вязала все. Вот она однажды вяжет, а он приходит пьяный, как обычно. Что-то его опять не устраивает. Мама ему слова, он ей восемь. Ругались, ругались, а потом он как даст ногой по ее вязанию. Она уже почти довязала свитер мне, или еще что, не помню. А он как даст и хохочет. Мама плачет, все вязание распустилось, а я маленькая совсем плачет уже от страха, от жалости к маме. И вот мы ползаем, ползаем по полу, собираем с ней эти нитки, собираем, а он все хохочет. Вот так с тех пор, как говорится, нитки собираю. Я с детками начала работать, поэтому. У многих родители не идеальные, а воспитатель она, она же, как вторая мама. А вторая мама, она иногда важнее, чем первая. Так вот и жили. Мама вечно забитая, папа вечно пьяный. А потом, на старости лет, в религию ударились оба. Вдруг показалось им, что я с твоим папой неправильно живу. Ну, мы с ним не расписанно жили какое-то время. Не сразу поженились. Он с предыдущей семьей никак не мог развестись, какие-то там сложности были. Ну, и стали они мне выговаривать. Во грехе живешь, и все такое прочее. Мать грозила, сказать, что на свадьбу к нам не придут они. Я не выдержала. Ответила она, конечно, что-то резкое. Так она мне, ты нам больше не дочь. Я расплакалась, конечно. Но почему не дочь-то? За что? Сами, что ли, безгрешные? Потом, помню, все говорила мне. На похороны ко мне не вздумай приходить. А я и думаю, ну и приду, и что-то не сделаешь из гроба-то. Ну, пришла, конечно. И на папины похороны, и на мамину. А ты маленький был, не помнишь. Они с разницей в год умерли. Годик она без него пожила, да и все. Хоть и мучил всю жизнь, и пил, и бил. А вот любила, видно. Страдала, страдала, все вязала и плакала. Да так за вязанием сердце остановилось. И мама потом меня поцеловав, пошла спать к себе. А я все не спал и думал, почему дедушка с бабушкой так ее не любили и обижали всегда. Она ведь такая хорошая, добрая. Вообще самая лучшая, наверное. Или она такой стала, глядя на них, чтоб как они не быть. В общем, не помню я их, конечно, это правда. Над кроватью висит портрет. Дедушка такой строгий, злой. А лицо красивое и вдохновенное. Сразу видно художник. А бабушка такая кроткая, даже голову чуть опустила. Так его боится. Любит и боится. Вот ведь. А папиных родителей я вообще не знаю. Вторых бабушку с дедушкой. Ну и пусть. Наташа через неделю вернулась в школу. Но я не знал, как к ней подойти. Боялся этих двух. Стыдно было ужасно своей трусости. Но боялся. И с Денисом старался не сталкиваться, с предателем. А как-то вышел после урока, он меня ждет в коридоре. Я быстрее мимо. А вот погоди. Я остановился, что делать. И начал он мне рассказывать, что он не виноват, что они эти двое его тоже в страхе держат. Они весь двор держат в страхе. Если бы он правда был такой нехороший, разве бы он стал рассказывать мне про свою Юлию Сергеевну. Делиться таким личным. Но я все не мог понять. Зачем он вообще про меня этим двоим рассказал тогда. Мог ведь не рассказывать. Или выслужиться хотел. В общем, странный он. Я все как дурак старался не встречаться в коридорах с Наташей. А если вдруг видел ее, скорее убегал подальше. Делал вид, что не замечаю. И мне кажется, она удивлялась такой моей перемене. Но не подходила. Только часто чувствовал спиной ее удивленный взгляд. А стихи для нее все лежали и лежали у меня в портфеле. Я все мучился и мучился. И учился все хуже. И только писал новые стихи всякие трагические. И классная однажды сказала, что я так на второй год останусь. И припугнул, что вызовет маму в школу на серьезный разговор. Мне очень не хотелось расстраивать маму. Я совсем перепугался и стал стараться учиться хоть немного лучше. Но кроме русского литературы по-прежнему ничего не понимал. И однажды как-то захожу в класс. Еще перемена не кончилась. А там Женька Никифоров сидит и что-то вслух всем читает. А все хохочут. Посмотрели на меня и как прыснут. Я сперва не прислушался, а потом вдруг понял, что он читает мои стихи Наташи. Пока меня не было, он их из портфеля моего достал. Есть у Женьки такая манера лазать по чужим портфелям. Вытащит, что-нибудь спрячет, а потом ой, а что это у нас тут? Ну и рассматривает чужие детрадки или там дневник. Смешно, как ему кажется, комментирует. Женька клоун и смешить умеет. Чего уж там иногда. Только злой клоун. Потому что это уже перебор. И он все читал и читал мои стихи. Смакуя каждое слово и корча смешные рожи. Прикладывая руку к сердцу комично, рычая и завывая, как раньше поэта шестидесятники свои стихи читали. Я понимал, что сейчас мне нужно крикнуть «Отдай гад!» или что-нибудь вроде этого. Поступить по-мужски, дать Женьке по морде, например. Подраться с ним, отобрать стихи. Но на меня напала вдруг такая апатия. Я не мог сдвинуться с места. Сидел и сидел. И молчал. Женька все завывал мои стихи Наташи, а я сидел молча неподвижно. Сам не знал, что на меня нашло. И все смотрели, хохотали. И никто не подошел и не спросил, что с тобой. А потом прозвенел звонок и начался урок. Это как раз был английский с любимой Дениса Юлии Сергеевны. И она меня что-то спрашивала, я ничего не понимал. сидел как памятник. И потом что-то, видимо, такое страшное со мной происходило, потому что помню, как Юлия Сергеевна повела меня в медкабинет. А я еле шел. Она меня чуть не тащила. Сама невысокая, худенькая. И медсестра Зина Ида Павловна долго и удивленно на меня смотрела и о чем-то спрашивала. А я молчал, как деревяшка. И потом, смутно помню, Юлия Сергеевна вернулась в класс со мной и спрашивала, кто может проводить меня до дома. И класс захихикал, но пара человек все-таки подняли руки, но я не помню, кто проводил. Или я все-таки сам дошел. А потом начались такие странные дни. Мама вызвала врача на дом. Врач меня осматривал, ничего не нашла вроде. Сказала переутомление, надо отдохнуть. Выписала больничную неделю. И я сидел дома, сидел как истукан. Ничего не мог есть и говорить почти не мог. И мама приходила с работы и плакала. И гладила меня по голове и целовала. Никто меня не навещал. Да мне не нужно было. Главное, чтобы не трогали. А потом маме сказали на работе, что в таком состоянии нельзя оставлять ни одного, мало ли что. И она тоже взяла больничный. Сказала, ничего, переживем. Протянем как-нибудь. В конце концов, у сестры денег можно занять. У мамы есть двоюродная сестра Надя, она живет в Подмосковье. Неплохо так зарабатывает. И к нам неплохо относится. И мама иногда у нее занимает деньги, когда совсем тяжело. И так вот мы сидели с мамой. И она все смотрела на меня и плакала. И рассказывала разные истории своего детства. А я слушала и не слышала. А потом однажды пришла классная. И мама поила ее чаем. А классная все раздраженно говорила, что класс выпускной, осталось всего ничего. И как он будет экзамены сдавать и прочее. И что все это глупости, все это депрессия, ерунда и выдумки. Перебеситься, а вообще бить надо, как сидорову козу таких маминных сунков. Подумаешь, творческая натура. Распустили вы сына Марина Викторовна. Как он в жизни-то потом будет? А в армии? Там мамы не будет. И, дескать, она это говорит исключительно из добрых побуждений, за меня переживая. Потому что без отца ведь, без мужской руки. И помню, как мама вдруг побелела, медленно встала, прокинув чашки и стала кричать на классную. Уходите, уходите. Вам нельзя работать с детьми? Вы не педагог, вы палач. И мне было почти все равно. А потом, когда классная, поспешно натянув в коридоре шубу, зло пообещала маме, что школу я не окончу никогда, мама снова сидела рядом со мной и плакала. И уговаривала все плохое забыть, если что-то она делала неправильно. И извинить ее за этот срыв, что очень тяжело в садике, и что за меня переживает, что она очень виновата передо мной, что такого отца выбрала мне. И прочее, и прочее. А я слушала, почти ничего не думал. Только ждала, что вдруг Наташа придет. А Наташа не приходила. И мама как-то вечером, в очередной раз, уговаривая меня съесть, хоть бутерброд, сказала, не думай ты о ней больше, ну пожалуйста, пойми, если бы были чувства у нее, прибежала бы давно. Или позвонила, или написала хоть вон ВКонтакте там. Пойми ты, не ты такой, она такая. Сердце не прикажешь. Я понимала. Но все равно ждала. А потом маме позвонила подруга из садика и попросила помочь с новогодним сценарием. Написать стихи туда для Деда Мороза и Снегурочки. Оригинальные. А то в миллионный раз все эти с Новым Годом поздравляем, счастья, радости желаем. И мама, конечно, обратилась ко мне. Это должно тебя отвлечь. Обязательно. Попробуй. Я стал пробовать. Но ничего не получалось. Я вымучивала, вымучивала из себя какие-то веселые новогодние стишки. В какой-то момент вдруг моя апатия сменилась странным беспокойством. Это беспокойство накрывало, как волной. Не просто беспокойство, а с какой-то страшной тревогой и упадком настроения. Я сперва не понял, что это такое. Подумал, может, давление упало или еще чего. Еще сильнее. На мороз повернул, например. Но как-то не проходило и все усиливалось. Я вскочил, не в силах сидеть и стал бегать по комнате и громко стонать от этой жуткой подавленности. Мама собиралась в магазин, но выбежала в пальто из коридора и с ужасом на меня смотрела и причитала. Что делать, Мить? Давай скорую вызову, давай! Но я отрицательно мотал головой, боясь скорой и вообще врачей и только ходил по комнате и стонал. Так продолжалось долго и это был ужас. Безысходность сорвала сердце и казалось, еще немного, и оно разорвется совсем и это будет спасением. Наконец, когда стал отпускать, счастью моему не было предела, я подумал, вот как депрессия закончилась таким вот тяжелым выплеском, но теперь все. И плевать на все и на всех, и на этого Женьку Никифорова, и на Наташу тоже. Ну и все будет хорошо. И даже пообедала, наконец, и первым, и вторым. И мама была очень рада, и я сказала ей, что чувствую, все наладится и со школьными проблемами справлюсь. И она у меня, кстати, самая лучшая. И все было неплохо. В понедельник вернулся в школу и было плевать на ехидные, жалостные, разгляды одноклассников этих дурацких. Но на третьем уроке, как раз в моем любимом литературе, ни с того, ни с сего снова почувствовал приближение этого состояния безысходности и дикой тоски. Оно пошло от пальцев ног и подымалось выше и выше, выше и выше, и будто сжало железным кольцом. Я сперва попробовала лечь на парту, а потом не вышла и вскочила, и стала бегать по классу и стонать. Литератор Шаяна Аркадьевна опешила, и класс опешил. Потом позвали класс, и она ругалась. И опять был медкабинет, и медсестра Зина Депална, и опять я сидел дома. И никто не знал, что со мной делать. И мама плакала. А я опять то впадал в дикую радость, и ел и пил все без разбора, и смеялся непонятно чему, и писал километры разных стихов, то дарился дикой тоской, и бегал, и стонал, и бился головой о стены. И мама советовалась со всеми знакомыми, искала разных врачей. Посоветовали к одному психиатру. Слезали с ним по скайпу, он сказал, после Нового года приходите, посмотрю. Еще спрашивал, есть ли потливость во время этих приступов. Я понял, что да, и потливость есть. Просто как-то не замечала из-за всей этой нечеловеческой мукой. А ведь вполне человеческий симптом, покрываясь испариной. И вот так вот, то вполне рационально думая, то вообще переставая думать, и жил эти дни. Но, несмотря ни на что, все время вспоминала Наташа. Если бы она пришла. Или хотя бы написала. Но она молчала. И папа ее молчал. Почему-то и о нем в эти дни вспоминал, какой он добрый, бородатый. И как играл на гитаре, рассказывал про свою фантастическую повесть. И снова бросала в пот, в тоску, и снова бегал и стонал. А потом, когда проходил и хохотал, и обжирался. Хотя чувствовал, что желудок болит все сильнее. А потом, а потом я перестал спать. Ну, то есть я ложился, быстро отключался. А через несколько секунд вдруг выбрасывала из сна. И больше спать не получалось. То есть получалось опять отключиться, но на секунды. И опять выбрасывала. И так всю ночь, ночь за ночью, постоянно хотелось спать и постоянно выкидывала из сна. И вскакивал с кровати, бегал по комнате туда-сюда, боясь разбудить маму и все-таки в глубине души надеясь, что проснется, чтоб не было так страшно, одиноко не спать и вообще. А мама не могла больше сидеть дома. Нужно было репетировать. Новый год, тут утренники, стишки какие-никакие. И она ушла на работу, взяв с меня слово, что буду хорошим. Я был хорошим, наверное. Не помню. Помню только, что сначала было нормально, а потом решил написать одно стихотворение. Я давно уже про него думал, а сейчас чувствовал себя неплохо, как раз силы, чтоб написать. И вдруг раздался звонок с незнакомого номера. Обычно звонила только мама, а тут совсем незнакомый номер, и я долго думал, брать или не брать. И все-таки взял. Это была Наташа. Она сказала, что узнала телефон у нашей классной и спросила, почему у меня давно нет в школе. И я сказала, что так вышло, заболел, но скоро обязательно поправлюсь. И от радости мне текли слезы. И она что-то говорила, и все на вы, поправляйтесь скорее, и почему вы меня в школе избегаете. И я вспомнил, почему. Вспомнил про тех двух страшных, плюющих в лицо, могущих избить и даже убить, если подойду к мне еще раз. И понял, что даже сейчас мне нельзя с ней разговаривать, наверное. И все пытался как-то попрощаться, и жутко не хотел прощаться. Ах, моя проклятая трусость, и эта проклятая болезнь. И все не мог положить трубку, и все слушал ее, слушал. Ее нежный певучий голос. Только связь была плохая, и шумно там было, откуда она звонила. Наверное, из школы. И я вышла на балкон, чтоб лучше слышать. И когда вернулась мама, она увидела, как я стою на балконе, почти свешиваясь через край, и кричу, «Алло, алло». И держу пустую руку у уха. А телефон мой, еще с утра разряженный, валяется в комнате на диване. И она побежала вызывать скорую, и вот я тут. Все, все, Валера, сплю. 19 декабря. Виталий Прокопич хороший врач. Он сразу, как меня увидел, спросил, «Ну что?» Я сказал, «Ничего». Думал, он ответит, «Ничего у худой хозяйки на полке». Но он ответил, «Ясненько». «Будем наблюдать». Вот он наблюдает. Таблеток понавыписывал, уколов каких-то. Мне сперва никак от них не было, а потом вроде получше стало. Как получше стало, так Виталий Прокопич мне сразу и сказал дневник вести. Записывать то, сё. Просто писать, раз мне так легче, когда пишу. Но я и пишу. И стихи тоже. В этой же вот тетрадке. С одной стороны дневник, а если перевернуть тетрадку вниз головой, там стихи. Прямо как в школе. Для экономии тетрадок. Если, например, видите у меня надпись на тетрадке «Алгебра»? Не верьте глазам своим. До середины, может, и алгебра. А дальше физика, например. Или география. А если перевернуть, там вообще история. А так-то ничегошеньки не понимаю. Ни в алгебре, ни в физике. Да и в географии. Разве что в истории немножко. А так, говорю же. Только русский литература. А Степан Иванович Трудовик, ну вы помните, что он говорит. Говорит, что руки у меня из одного места. Даже на родительском собрании недавно так сказал. Маме так стыдно было. Но зато Яна Аркадьевна мной довольна. Который русский литература. Который русский литературу ведет. Не говоря уж о диктантах. Она меня еще в четвертом классе помощником назначила. Раздаст всем их диктанты с двойками-тройками. А я как самый грамотный. Хожу по классу и помогаю ошибки исправлять. Работаю над ошибками с консультантом. Хе-хе. Вот точно. И смех, и грех. Особенно у Женьки Никифорова. Смешные ошибки были. Например. Вместо На краю леса краснеет рябина. Он пишет. На краю леса краснеет рябина. Что это еще за рябина? Рябина. Чука или карась. Или, например. Журавли готовились к котлету. Надо. А он. Журавли готовились к котлету. К какому еще атлету готовились журавли? Атлет это спортсмен же. Чего они к нему готовились? А изложения, когда писали про домашнее животное. Писал он все про собачку Филю. А закончил тем, что Филя так ласково мяукает. Вот и пойми, кто у него. То ли ненормальная собака, то ли собака-кошка. То ли он просто слямзил у кого-то сочинение про кошку. И в конце не заметил, когда списывал. Да ну его. Даже думать о нем. Из-за него все. Ну не все. Но многое. Чего он к стихам моим полез? А наши тоже хорошие ружут, как дураки. Хоть пальцы покажи, хоть стихи читай. Лишь бы поржать. Слышал, еще и на телефон сняли и выложили. Ну их. Не хочу вспоминать. Не видеть, не слышать. Если кто придет проведать, даже разговаривать не стану. Хотя не придет никто все равно. И Наташа не придет, чего уж. Мама вчера приходила вечером, говорила классно и звонила, извинялась, спрашивала, как что. И выйду ли к Новому году? К экзаменам же надо готовиться и вообще. А я не знаю, выйду ли нет. Нет, хочу, конечно, скорее выйти. Надоело все до чертиков тут. И Миша Датмарсианин, и Ирка, пляшущая по телеку. Вообще. И Валера Медбрат, и Виталий Прокопьевич даже. Хотя хороший врач, конечно. Оля к нему с уважением относится. А мне утром было так тоскливо, что... Зачем ты все Оля рассказал? Когда опять в коридоре сидели на диване. И про стихи, и про Наташу, и про папу ее доброго с гитарой. И про смерть склопа. И про своего папу. Который далеко ей почти не знаком. И про Женьку Никифорова. И про болезнь свою. Она подробно расспрашивала обо всем, особенно про болезнь, симптомы и прочее. Ей, как будущему врачу, интересно, конечно. Про Наташу, когда рассказала, она... Как-то погрустнела. Конечно, грустная история. Мне просто поговорить больше не с кем толком. А Оля сама разговаривает. Вот и рассказал. И теперь она весь день ходит вокруг да около, что-то хочет. Жалеет, видно. А мне стыдно. Всегда стыдно, когда что-то вот так расскажешь. Человек про тебя знает что-то тайное. И ты как бы в его власти. Хоть человек и хороший, например, но все равно неприятно. Валера кричит. Ужин. Все, пойду на ужин. Вечером допишу. Оля после ужина подошла и сказала, что нашла Наташу. И завтра Наташа меня навестит после школы. Она с ней договорилась. Я, конечно, обалдел. Во-первых, как нашла. Во-вторых, зачем? И в-третьих, что будет-то? Хотя радость невероятная. Чего уж скрывать-то? Она шла, говорит, просто. Посмотрела в документах у Прокопича, где я учусь. Школа и класс. А у ее мамы подруга в Грану работает. В городском отделе образования. Ну и нашли. Девятый Б. Пахомова Наталья. Для верности Оле и ВКонтакте ее нашла. Там же я как-то и написала. На закрытый профиль тоже писать можно. Если, например, заявку друзей отправить. Зачем ты ей написала, спрашиваю. А сам, конечно, внутренне от радости весь дрожу. Оля-то как-то печально говорит. Мне тебя жалко, очень хотела помочь. Не надо было. Я говорю, не знаю. Но спасибо в любом случае. А что ты ей написала? Она написала, что я медсестра в больнице, где ты лежишь. И что точно хотел бы ее видеть. И я как медработник прошу посетить. Понимая, что для моего больного ее посещение будет еще одним шагом к выздоровлению. Ну, как-то так. Ничего себе ты завернула, говорю. А почему ты так уверена, что это будет шаг к выздоровлению? Может, наоборот. А сам все сильнее. Трясусь, трясусь от радости и от благодарности, от стыда все-таки опять же. Тебе в любом случае надо с ней увидеться, говорит Оля. Расставить все точки над ней, так сказать. Я так чувствую. И глаза опускает. Печальная такая тоже эта Оля. Но понимающая. Настоящий будущий врач. А так-то да, если подумать. Че я особенно радоваться Оле-то? Женихи эти дурацкие. И не красавица, и работа не сахар, хоть и призвание. Нервничает опять же, готовясь в это медучилище. С матерью у нее, я так понимаю, нелады все время. Недовольна ее выбором профессии и образа жизни. Недаром жениха подыскивает, чтоб обеспечил и образумил. Дескать, сама Оля непутевая и в жизни ничего не понимает. И копейки на такой тяжелой работе получать будет. Надо Оле какой-нибудь подарок, что ли, придумать, когда выписываться буду. Стихи, что ли? А че еще-то? Чем богаты, тем и рады. Ха-ха. Развеселился я чего-то. А завтра Наташа. И неизвестно, как разговор пойдет и о чем, и вообще. Но, не важно. Главное, что придет. Она. Ко мне. И это будет счастье. По-любому. Я-то знаю, что такое счастье. Вот с мамой, когда по Волге плавали тогда, три года назад, и уже темно было, а мы на палубе, и пароход так покачивался важно, и Волга величественно так шумела, и огоньки вдалеке, и разные города, деревни, где люди-люди разные тоже. Совсем неизвестные. Как и мы для них. И все это так грустно и красиво. И мы с мамой стоим на палубе, и не громко разговариваем о разных разностях. Вот это счастье. И с Наташей, когда перед концертом разговаривал, когда первый разговор наш был, и она на вы, и на гитаре тихонько наигрывала, и смотрела на меня таким взглядом глубоким, даже не знаю, как описать. И белая челка чуть-чуть закрывала один глаз, и она все время ее машинально поправляла одной рукой, а другой крепко сжимала гриф гитары, чтобы та не упала. И еще раньше помню, в церкви стояли с мамой. Там ее подругу отпевали с работы, тоже воспитательницу. Она от рака умерла. И все плакали, и муж угроб, и родители ее старенькие, и другие воспитатели. И мама моя плакала. И я тоже стоял и плакал. Слезы текли, текли по лицу. И я их не останавливал. Пытался останавливать, но тогда почему-то горло начинало сильно болеть. И снова давал им течь тогда. А хор так красиво пел. Красиво-красиво. И голоса улетали в купол храма высоко-высоко, будто в небо. Я тогда вдруг, сквозь слезы и горе общее, подумал, что как не ужасно, но кажется, я сейчас счастлив. Счастлив красотой этого пения церковного. И строгим батюшкой счастлив, который сердито отдавал цветы обратно тем, кто плал их в гроб. Говорил, нельзя класть в гроб живые цветы. А почему нельзя, никто и не понимал. Но стеснялись спрашивать у такого строгого батюшки. И счастлив сквозь слезы был. И тем, что живу. И до конца моей жизни еще очень далеко, наверное. И мама жива. И тоже еще не скоро уйдет, надеюсь. И все мы такие горькие, от слез стоим, вот незнакомые друг другу, плачем одной болью, такой красивой и грустной. И гордой немного. И вот не знал я почти эту мамину подругу. Видел всего пару раз у мамы на работе. А жалко мне, что она умерла. И всем нам жалко, и все мы плачем. И этот плач нас объединяет. Потому что разные мы все. И характером, и там происхождением, и нацией. А слезы у всех текут одинаково, горькие. И почему-то через горе пробивалось это чувство счастья. Печального, конечно, но все равно счастья. И девочка в этом хоре была чуть постарше меня, и она была очень красивая. С большими черными глазами. И внимательно смотрела на дирижера и в ноты. Но иногда поглядывала на нас, и мне казалось, что на меня. И такой взгляд у нее был тревожный, и вместе с тем теплый, родной даже какой-то. Как вот объяснить? Не знаю. Но это было счастье. И папа мой, заметивший у меня рудинку на щеке, как у него, на том же месте, был счастьем. На секундочку, но был. И дискотека новогодняя в школе. В том году, когда в спортзале было темно, и музыка гремела, и фонарики мигали, и все танцевали, а я нет, потому что и не умею, и стесняюсь вообще. Но все равно от вида танцующих ребят, и учителей, и в основном молодых, конечно, было как-то весело, сам не знаю почему. И я отхлебывал Кока-Колу, и смотрел на них на всех. И было мне грустно почему-то, как в церкви тогда, хоть никто пока не умер. Но и это тоже было счастьем. А потом объявили белый танец, и девчонки, смущаясь, все-таки в основном находили себе кавалеров и приглашали. А меня никто не пригласил. И мне было не обидно, потому что, во-первых, я бы только ноги девчонки оттоптал, а потом было какое-то очень живое чувство, что пригласят еще. Все еще будет когда-нибудь, потом, может, скоро, может, нет, но будет. И где-то сейчас меня ищет та, которая хочет пригласить. Просто не здесь, но найдемся. Обязательно. И это тоже было счастье. Мама любит повторять фразы из фильма «Счастье – это когда тебя понимают». А я думаю, нет. Счастье – это когда тебе грустно и прекрасно одновременно. Ну или разговор с человеком, который тебе дорог. Или далекий папа, заметивший твою родинку, как у него. Или церковный хор, когда все плачут горюя и все такие добрые. В общем, счастье – это когда что-то такое щемящее, 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 как мамина колыбельная в далеком детстве, как силуэты танцующих сквозь гирлянды новогодних огней, как река и маленькие домики на том берегу, как Наташа, как все мы – люди и вся наша маленькая, большая, грустная, прекрасная планета, как Минбард Валера, который зашел только что в палату, хотел опять ругаться, что поздно и спать надо, но вдруг махнул рукой, улыбнулся и пошел к себе. И вот тут-то и не хочется делать назло. Хочется и правда лечь спать, чтоб он успокоился. И даже если опять всю ночь заснешь, будет тебя выбрасывать из сна все время. Но будешь честно лежать и думать о всяком таком. И о завтра. 20 декабря. Сейчас ночь, но пишу. Валера махнул на меня рукой и в прямом смысле и в переносном стал называть уважительным писателем. Только попросил про него ничего не писать. Но я не пишу. Почти. Днем приходила Наташа со своим папой. Видно, мама ее с ним по-прежнему в контрах и особо с дочкой видеться не дает. Куда-то сходить с ней втихаря вполне можно. Да и как он сам смущенный объяснил, страшновато натик отпускать одну к нам. Но все-таки такая больница. Когда мы разговаривали с Наташей, папа ее, чтоб нас не смущать, уткнулся в телефон, надев наушники. Всем видом показывая, что он тут, но как бы и не тут. Наташа смущалась, видно было. И я смущался. И мы оба так смущались и не знали, как начать. Я сидела на кровати своей, она рядом на стуле. И молчали. Наконец я решился и сказал привет. Она обрадовалась. Здравствуйте, ну как вы? Ничего машинально, сказал я. И чуть не добавил у худой хозяйки на полке. Наташа снова молчала, и я тогда начал говорить. Рассказывал всякую ерунду. Как кормят тут, и когда таблетки, и про Мишу Марсианина, и про кукаряку с нитками. И про пляшущую Иру, и про Олега с его монстрами, и про Павла Григорьевича, и его нехорошую жену. Их никого не было, они на обед пошли. Я не пошел, конечно, раз Наташа пришла. И к тому же она с папой принесли мне разных вкусностей, пончики, апельсины и вообще. Ешьте, не стесняйтесь, вам надо поправляться. Во всех смыслах, сказал ее папа. Я и правда схуднул сильно с этой фигней. В общем, мы были одни в палате. Наташа, папа ее и я. И я рассказывал. И было стыдно. Казалось, что не то рассказываю вообще. Зачем? Но продолжал. И про Виталия Прокопича, и про медбрата Валеру, и про Олю. А, это она меня нашла, вставила Наташа. Интересная девушка. Вы простите, что не приходила раньше, я просто не знала, где вы лежите. И можно ли к вам? И захотите ли меня видеть? Совсем тихо закончила она. Почему не захочу? Воскликнул я и осекся. И повторил тоже тихо, почему. Белая челка закрыла Наташе глаз, и она резким движением, со смущенной улыбкой, как тогда с гитарой на подоконнике, ее убрала. Мы снова долго молчали, а папа ее еще внимательно пнулся в телефон и даже глаза закрыл, прислушиваясь к чему-то там в наушниках. Я прочла ваши стихи, сказал Наташа. Как? Снова вскликнул я и снова осекся и опустил голову. Прочла, да. И видео выложили же в группе школы в приколах. Начала она и спохватилась, что проговорилась про приколы. Но я улыбнулся и постарался беззаботно махнуть рукой. Мне передали этот листок. Из вашего класса мальчик передал, который на том видео эти стихи читал. Сказал, что извиняется перед вами, ему неудобно, что так все получилось. И Наташа снова замолчала. Я встал с кровати и подошел к окну и стал будто бы внимательно смотреть в окно, чтобы Наташе не было так стеснительно говорить. И она сказала, спасибо вам, я очень ценю ваше внимание, но я молчал и ждал. И Наташа снова замолчала. Тогда я не поворачиваясь, постарался как можно бодрее сказать, да говори, говорите. Ну, понимаете, ну, мне тоже нравится с вами разговаривать, и вы очень интересный и добрый, и талантливый, конечно. Мне правда-правда очень-очень стихи понравились. И я очень благодарна вам, что пришли тогда меня навестить, когда болела. И дружить с вами мне очень приятно, но было бы неправильно, понимаете. Как же тяжело ей, бедной, давалось говорить. Я уже все понял, но грандиозным усилием воли снова подбодрил. Да-да. Я вижу, что вы рассчитываете на большее. Но было бы неправильно давать вам надежду на чувства, которых, которых, простите, я смотрела в окно. Там была зима. Как всегда в нашем крайне северном городе, а перед самым Новым годом тем более. Сугробы, крыльца больницы, сугробы вдалеке, везде. И уже темно совсем, хотя день. До 20-х чисел декабря все темнее и темнее на улице. А через пару дней все будет совсем темно. И ночью, и днем, и утром. Это так на всей земле, а у нас вдвойне. Беспросветная тьма. Только кусочек луны на черном, при черном небе, как сейчас. И почему-то вспомнил, как такими же сугробами и темнотой лет 10 назад шли с мамой из детского сада. Мама крепко держала меня за руку, чтобы я не провалился куда-нибудь в сугроб, и рассказывала мне про свой детский сад, про работу, и как ее дети про меня спрашивают. Им интересно, какой сынок у их воспитательницы. И она им рассказывала, что очень похож на нее, такой же кореглазый, черноволосый, еще сочиняя стишки. И даже читала им какие-то мои стихи, хотя писала я тогда, конечно, совсем уж детскую чепуху. Но мама всегда помнила мои стихи наизусть. И тогда, и сейчас помнит, и цитирует, даже с гордостью иногда, по разговору с друзьями. Это приятно. Мы шли с мамой по черному от ночи, по белому от снега в городу. Да, по черно-белому в городу. Надо написать предстихи. А потом зашли в магазин, и мама купила мне шоколадку с афлями. Я хрустел ею на морозе. А потом была весна, и немножко вдруг потеплело, и я вышла во двор пускать корабли с девчонкой с соседнего подъезда со странным именем Есения. На краю двора была большая лужа, со всех сторон окруженная таящим льдом и грязным снегом. И мы пускали по ней корабли из листов старой тетради журнал учета работы воспитателя, который мне мама подарила. И смотрели, чей корабль первым уткнется в берег в кучу грязного снега. И в какую бы сторону мы их не запускали, корабли все время утыкались в этот снег. И я думала тогда что-то вроде нашей корабли, это прям как жизнь. Человек живет, живет, и плохо ему бывает, и хорошо, плывет туда, плывет сюда, но главное, чтобы у него был берег, пусть даже такой грязный. Главное, чтобы было куда уткнуться или в кого. Думал, но не знал, как объяснить это Есении, и надо ли объяснять. А она смотрела, смотрела на наши корабли и вдруг заплакала. Я спросила, почему ты плачешь? И она ответила, не знаю. А потом мы замерзли, а наши корабли совсем размокли и стали потихоньку тонуть. И тогда мы пошли греться в подъезд. Есения вдруг покраснела и сказала, давай поцелуемся. Я вообще не знал, как на это реагировать. Чего на это ответить? Подумал и сказал, что ты в таком духе, что целоваться это для взрослых. И она тогда обиженно заявила, если сейчас не поцелуешь, так и знай, никогда больше не поцелуешь. Я все равно отказался. И тогда она сама чмокнула меня в щеку. Как-то так звучно получилось. Такой чмок на весь подъезд. И было очень странно и стыдно. И как-то после этого мы с ней больше не играли и корабли не пускали. И вообще скоро опять заморозки начались. А потом Есения вообще куда-то с родителями уехала. И из двора, и из этого города. Отсюда все бегут. Холодно тут вечно и бесперспективно. Вот если, как говорит Наташин папа, можно было бы менять события из прошлого. Поцеловал бы я Есению и дружили бы мы с ней дальше. И может, полюбил бы ее потом, как она меня. И все сейчас было бы хорошо. Но события не поменяешь. Есть Наташа сейчас за спиной у меня. И Наташин папа с закрытыми глазами. Я обернулся. Наташа сидела низко пустив голову, будто спрятав лицо за белыми локонами. Папы ее не было. Куда-то он из палаты делся, может, опять из деликатности. А я наконец повернулся. Надо было что-то сказать. Наташ позвал я. Что? Тихо спросил Наташа, не поднимая головы. Все хорошо, сказал я. Правда? Правда. Я не знала, как вы отреагируете, боялась, что вам опять плохо будет. Вам точно не плохо? Нет, мне хорошо. Почему? Правда, это всегда хорошо. Пусть даже сперва и плохо. Ну да. Это лучше, если бы вы мне соврали, что есть какие-то чувства. Я бы все равно видел правду и было бы только хуже. Да, вы все видите, я знаю. Вы настоящий поэт. А вы настоящий музыкант, улыбнулся я. Где уж мне до папы? Наташа осторожно подняла голову и осторожно посмотрела на меня, а я на нее. Наши глаза встретились. Вы... «Ты простишь меня?» спросила она. «За что? Сердце не прикажешь, правда ведь?» сказал я. «Ну да. Но мы останемся друзьями. Останемся». Наташа встала, все еще боясь поднять лицо. Она была такая маленькая, беленькая и хрупкая. И под неярким светом гудящей лампы в отцветах фонарей с улицы казалась особенно беззащитной, трогательной и родной. Я подошел и осторожно опнил. Она не сопротивлялась, просто молча стояла. Как тогда, наверное, я стояла перед поцелуем весенней. Молча и холодно. Она боялась, что мне будет плохо и старалась не огорчить. Но тело ее было напряжено. И я чувствовала напряжение, как всегда, все чувствую. А у родных чувствую вдвойне. Я знал, что поступаю жестоко, но не в силах было отпустить ее. Гладил по напряженной спине, по белым волосам, чувствую подбородок на своем плече. Надо было что-то говорить. Нельзя было так молча. И я прошептал «Простите, Наташа. Прости». «За что?» «Прошептала она. За то, что я такой. Вы хорошие, прошептала она, потихоньку пытаясь отстраниться. И вы обязательно еще встретите свою любовь». Ну да. Мне и мама так говорила. Встретишь, мол, или будет у тебя еще этих Наташ. Самые отвратительные фразы и бесполезные. Разве думаешь, что могут быть другие? И что кого-то еще встретишь, когда ее подбородок и шепчущие губы ее у твоего плеча совсем-совсем близко. В дверь палаты постучали. Наташа быстрая с облегчением вышла из моих объятий. Осторожно заглянул ее папа. Видимо, ему надоело торчать в коридоре. «Натик, пойдем?» «Да-да, сейчас, пап. Митя, проводите нас?» И я пошел их провожать. И уже по дороге, когда ее папа, пожелав мне всяческого выздоровления, взяв слово заходить почаще, вышла, наконец, на улицу, в снег и в темени, она спросила, «А почему вы в школе меня избегали? Это тоже из-за болезни?» Я вдруг вспомнил. Резанула, как ножом. Она пришла ко мне. Я говорил с ней, обнимал. А эти двое там, возле ее подъезда. Они же сказали, чтоб не подходил к ней даже. А то как я мог об этом забыть? И Оля, медсестра, тоже хороша лезет, куда не просят. Нет, ну как я мог забыть? Это, видимо, препараты такие. Забываешь неприятное. А вот же оно. И что? Выйду из больницы и встретят меня опять эти двое? Или того лучше? Вообще в больницу придут, не дожидаясь, пока выйду. Господи, как же я забыл. За Наташей закрылась дверь, и я побежал к себе в палату. Прятаться, прятаться, как только возможно. В палате был уже и Миша Марсианин, и Олег Художник. И они меня что-то спрашивали, почему не пошел на обед. И вообще, а меня трясло. И тряска, и дошла от кончиков пальцев ног и поднималась выше и выше. И опять тоска, 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 тоска и безысходность. Что я натворил? Если уж трус, так нечего рисоваться в нормальную жизнь. Не надо было встречаться с Наташей, не пускать ее сюда, не видеть ее, если моя трусость сильнее моей же любви. Оля, что ты натворила своими благими намерениями? А потом было плохо-плохо. Опять так плохо, как в те дни. А потом был Виталий Прокопич. Впервые видел таким ворчливым. Или мне так казалось? Все зло от баб обубнил Виталий Прокопич внимательно, глядя мне в зрачки, растягивая мне веки пальцами. Нечего с ними вообще общаться, а то все лечение на сморку. Вот у меня бывшая жена. То не так, это не так ей. То, мол, из окна выкинусь. Ведь выкидывалась сколько раз. И хоть бы что ей, собаки. Конечно, первый этаж, но все-таки развелся, хоть вздохнул свободно. Потом был Валера и укол какой-то, еще что-то. А теперь ночь. И мне все равно. Ну, и забьют эти двое. Ну, не любит Наташа. Ну и что? Живу пока жив, а там посмотрим. Только это дурацкое чувство одиночества. И Миша храпит, как будто не с Марса прилетела с планеты храпа какой-нибудь. Ай, в каждом мужчине всю жизнь искать отца. Это ж надо. И Виталий Прокопич, и в Наташином папе, даже в Валерии. Чтоб подсказали, как мужчины, как справиться со страхом, когда отвергли твою любовь, и когда болеешь. И вообще, я завтра обязательно напишу письмо отцу. Просто так. Первый раз в жизни. Мне сейчас надо. 21 декабря. Легко сказать, написать отцу. Я адреса не знаю. Мама только пришла сегодня утром проведывать. Я спросила, она тоже не знает. От элементов отказалась давно по гордости. И вообще никаких контактов не поддерживает. Я говорю, а как же ты с ним три года назад связалась, чтобы встретиться на Волге? Мама сказала, что не знает, с какого телефона он тогда позвонил на домашний номер. Ну да, у нас же еще остался домашний телефон от дедушки с бабушкой. А что такого? Я спросила у мамы, почему она не взяла никаких его контактов тогда, три года назад. А она спросила, зачем? Ну да, вроде как незачем. А вот хочу мы написать и не знаю куда. На деревне дедушки, что ли? Попросила у мамы мобильный. Мой так и лежит запертый где-то тут. Нам нельзя же пользоваться мобильниками. Попытался найти отца по интернету, но ни ВКонтакте не нашел, ни в Одноклассниках, нигде. Я тогда дочеку, его сестру, свою Марину попробовал найти, но и ее не нашел. А теперь вот думаю, в наше время быть же не может, чтобы совсем-совсем человека не найти. Всяка где-то есть в интернете. Потом, как выйду из больницы, спокойно, не торопясь, по-любому найду или его, или сестру, или хоть жену его и отправлю ему письмо. Мама ушла, Валера позвал на обед. Я все сидела на обеде и почти не ел. Все думал, что напишу и как. И Миша Марсианин даже спросил, что я такой задумчивый. И даже очень худая Маша на меня нет-неда посматривала. А я на нее нет. Потому что все, с женщинами покончено после Наташи. Не хочу больше таких переживаний. И так плохо. Виталий Пракович прав. Все зло от баб. А после обеда, когда все спали и Миша опять жутко храпел, я вышел в коридор, нашел Олю, попросил листок бумаги и карандаш. У меня все мои блокноты позаканчивались и списал дневником и стихами. И карандаш до кучи сломался. Оля принесла мне большую тетрадь и длинный карандаш. А ручку не принесла, как не просила. Тут нельзя не только вилками пользоваться, но и ручками. И даже зубочистками. Очень неудобно ковыряться в зубах. Зато безопасность. А то психи могут друг друга вилками и стыкать ручками и зубочистками. Как говорит на Женька Никифоров «Не к ночи будь помянут. Не бойся ножа, обойся вилки, один удар, четыре дырки». Хотя, кажется, уже писал, что тут ничем острым пользоваться нельзя. И про зубочистки повторяюсь. А? Пофиг. кто это будет читать вообще? Я сел на диван в коридоре и стараясь не реагировать на поющий телевизор, танцующую под него Иру, крики медбратьев и прочие звуки стал писать. А Оля села рядом. И пока я писал, все сидело и сидело. Смущало меня почему-то. Терпеть не могу, когда пишешь, а кто-то рядом. Но она, может, вину свою еще чувствует за Наташу и за мой приступ после всего этого. Да ладно, я же понимаю, что она как лучше хотела. Настоящий врач, добрый вообще. Надо ей, правда, стихи тоже посвятить в подарок. В общем, сидел я, сидел, грыз карандаш, думал, как начать и ничего не мог придумать. А тут новенького пацана привезли. То есть его еще вчера привезли в соседнюю палату, положили. А он молчал, молчал. Жалкий, такой весь трясущийся. А сейчас, пока я раздумывал, как начать письмо отцу, новенький медленно вышел из палаты. Сел у стены и стал что-то шептать. Вроде как молиться. А потом вдруг все громче, громче стал выкрикивать странное слово «Эхат!» 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 Что это за «Эхат?» Все на него смотрели, кто в коридоре, а Оля вскочила и побежала к Виталию Прокопичу. А новенький все громче и громче кричал «Эхат!» И все сильнее тряс и дергался весь. А потом стал бегать по коридору и просто во весь голос уже орать этот «Эхат!» И наши все на него глядели и не знали, что делать. А он уже биться стал, головой о стены и все кричать в свой «Эхат!» прям хрипел уже. И тут выскочил Виталий Прокопич из кабинета. За ним Оля и Валера еще разные люди и стали ловить новенького. Он все кричал «Эхат!» и «Эхат!» и «Эхат!» И все с интересом и тревогой смотрели чем кончится. В итоге они его скрутили все-таки и сделали укол какой-то. А он все повторял «Эхат!» «Эхат!» Но уже тише и тише. Потом вовсе стих. И тогда Валера и прочие отнесли его аккуратно в палату. А Оля мне рассказала, что этот новенький очень религиозный. Но родители у него православные, а он иудей. В нашем городе откуда иудей? Храмы тут есть, а синагоги вряд ли когда будут. А Ахат – это что-то из иудейской молитвы. Он на этой почве тронулся, потому что родители ему запрещали все это дело. Говорили, что страна православная, надо, значит, жить по ее законам. А он против был. И они ему запретили молиться по-иудейски и заставили в храм ходить. И покрестили даже насильно. И он вот так вот после крещения пришел вечером вчера, а ночью стал кричать «Это ты хат!» В общем, двинулся от переживаний. И вчера, когда его сюда принимали, отец его прям волосы на голове рвал и говорил, что я наделал, прости меня, сыночек. А сыночек только смотрел спустя него и снова шептал «Это ты хат!» А я стал думать, что все не главное. Вера не главное и увлечение не главное. И вообще ничего не главное для настоящих родителей. Вот мама с моим отцом нерасписанные жили. И за это ее мама, бабушка моя, запретила на похороны к себе приходить. И ты мне больше не дочь вообще. Мол, во грехе живешь и нечего. А осуждать своего ребенка не грех? Не суди, да не судим будешь. Тоже ведь заповедь. И про нитки вспомнил, которые ее папа, дедушка мой пьяный ногой выбил. А мама с бабушкой все плакали, собирали их по полу. А он все смеялся. Как же надо не любить своего ребенка, чтобы так поступать? Да плевать, как ребенок живет и с кем, и с какой он верой. И сколько ему лет и вообще он же твой главный человек, часть тебя, твое продолжение. Не игрушка, не зверюшка, не робот, воплотитель твоих надежд. Как же так можно заставлять верить во что не верится, заставлять жить, как не живется, заставлять быть тем, кем не можешь быть и бросать его, отказываться от него даже. Как можно? Но тот-то хоть осознал, папа этого иудея молодого, прости, мол, сынок. А я? Я услышу когда-нибудь, прости, сынок, от отца, за то, что ушел и вообще. И стало мне так грустно, что сразу понял, как писать. Здравствуй, папа. Пишет тебе твой сын. Я сейчас в больнице психиатрической, но я не псих. Просто так получилось. Знаешь, мне очень часто надо с тобой говорить, а тебя нет. То есть, ты где-то есть, но не для меня. А есть вещи, которые только папа и может подсказать. Как вести себя с девушками, например, и с разными плохими людьми, жестокими, которые наезжают. И как казаться храбрым, когда трус. И много еще про что. А тебя нет. И вот, понимаешь, я думаю, будет у меня когда-нибудь сын. И ему надо будет со мной на мужские темы поговорить, посоветоваться. А что я ему скажу, если сам ничего не знаю? Так и получается. Ты не только от меня ушел, но и от своего внука будущего. Ну, у Марины тоже, конечно, будут дети. И ты, наверное, будешь с ними рядом. Но почему не со мной, не с мамой? Знаешь, не мое дело, конечно, но вот я думаю, ты обижена на маму, она говорила. Наверное, ей за что. Ну, при чем тут я, папа? У вас с ней не сложилось. Это бывает. Но почему не сложилось у нас с тобой? Разве так должно быть? Тогда, три года назад, в порту, ты был таким грустным и молчаливым. Ты не болеешь? Не болей. И я тоже скоро вылечусь. Я верю. Ты смотрела на меня так печально. Почему? Ты тоже по мне скучаешь. Но ведь ты мне не помнишь. Мне годика не было, когда ты ушел. И я тебя совсем не помню. Почему же так скучаю? Почему мне так тебе не хватает? Почему так радостно мне было, когда ты сказал, что моя родинка на щеке совсем на том же месте, как у тебя? Мама как-то сказала мне, вот будет у тебя девушка, будет целовать тебя в эту родинку. Наверное, и мама тебя так целовала в твою родинку. Ну, не мое дело, понимаю. А что тогда мое дело? Наверное, знать, что ты, несмотря ни на что, все-таки есть мой папа, настоящий. Что ты хоть иногда, но вспоминаешь обо мне. И хоть иногда, но жалеешь, что все так вышло. Может, ты боишься, что я тебя не приму? Что сильно обижен? А ты напиши и увидишь. А еще лучше приезжай. Летом, помнишь, у нас потеплей. Даже снег иногда тает. Сходим в парк городской, где ты бегал мальчишкой, в кинотеатр Родина. Еще много куда. И поговорим. Мне кажется, нам будет о чем поговорить. А за маму не переживай, что напротив будет. Я с ней договорюсь. Может, ты за деньги переживаешь, что клянчить буду. Но мама отказалась от элементов же. И мне не надо. Ни наследства, ничего. Я ни копейки не попрошу. Понимаешь, что другая семья. И Марине надо, и жене твоей вообще. Ничего не надо. Только сам, пожалуйста, будь. Знаешь, в мире столько родителей, которые почему-то не любят своих детей. Бьют их, обижают, вечно недовольны ими. Бывает, вот даже уходят, уезжают. почему-то. И для чего ты меня оставил. Мама рассказывала, ты, наверное, не знаешь. Папа ее пил и ругался постоянно. Бил ее маму и даже душил как-то. Чуть не задушил. И она все это видела. Как-то однажды нитки выбил ногой из рук. И у мамы все нитки разлетели, запутались. И она вместе с маленькой моей мамой ползла по полу, собирала, собирала, скручивала обратно. А он смеялся. У нас в больнице есть человек, все время вяжет что-то из ниток разноцветных. Его это успокаивает. Вот как у него выбить? А он чужой человек. А тут у родной, у жены своей, которую сам же выбирал когда-то. Знаешь, папа, дети растут и всю жизнь собирают эти нитки. Нитки, которые папа выбивает ногами из рук мам. Пытаются скрутить их как-то и вернуть в руки мамам, чтобы те вязали дальше под мягким светом лампы, чтобы все было тихо и спокойно опять. И я собираю нитки, которые ты разбросал. Ты ничего не выбивал ногами. Мама говорит, что ты даже не пьешь и вообще культурный. Но ты разбросал нитки. Много, много ниток. Расшвырял их по моей, по нашей жизни, когда ушел. Я все пытаюсь и пытаюсь собрать их, скрутить. Вместе с мамой ползаем, ползаем. Она так устает, но ничего у тебя все равно не просит. Гордая. Мы собираем, а ты смеешься. Далеко-далеко, там, на юге, у себя. Смеешься, хоть, может, на самом деле плачешь. Не плачь, папа. Я тебя простил. И всегда прощу. Только напиши мне, пожалуйста. Напиши, что любишь меня, что скучаешь по мне, что я нужен тебе. Ну, просто обстоятельства. Да, у взрослых всегда обстоятельства. Ну, при чем тут я, папа? С наступающим Новым годом тебя! Крепкого здоровья и счастья! И помни, что я жду тебя всегда. И вчера ждал, и сегодня жду, и завтра буду ждать. И через неделю, и через месяц, и через год, и через десять лет, и через сорок. Пока буду жив, буду ждать. Обнимаю. Твой сын, Митя. А вместо Валеры ночью вдруг зашла Оля. И сказала, что переживает за меня, и мне надо попробовать хоть немного поспать. Я послушно лег. А она не ушла, а тихонько села рядом и стала гладить меня по голове. Я не знала, как на это реагировать. А потом почувствовала, как на лицо капает вода. Оля плакала. А потом наклонилась ко мне и прошептала, еле слышно, чтобы никого не будить и вообще. я дура, я дура, Митя. Господи, да чего же я дура? Почему дура? Так же тихо спросил я. Прости меня. Просто. Прости. За что? Ты все про Наташу думаешь. Зачем я тебе? Я некрасивая. И все плакала, и плакала беззвучно. И все мое лицо уже было соленым от ее слез. Я не знала, что делать и что говорить. Но мне очень, очень было ее жалко. Я прошептала, ты красивая, Оля, и очень хорошая. Она все клонила и клонила лицо ко мне ближе, ближе. Прикоснулась губами к шее. Прости меня, мой мальчик, прости. Не за что, Оля, не за что. Я погладила ее по спине в ответ на ее ласку. И Оля прижалась, ко мне тихо, зашмыгала носом, как маленькая. 25 декабря. Несколько дней ничего не писал. Так как-то тяжко было. И карандашом задолбался. Скорее бы уж выписали. Ну, отцу я из дома на компе перепечатаю письмо. А дневник даже не знаю, буду ли сохранять. Вообще тяжко, конечно. Как же тяжко тут лежать, если честно. И сам больной, и вокруг больной, и холод этот ночами, и еда фиговая. У меня так с желудком фигово, и с пузырем мочевым. Виталий Прокопич говорит тоже от психики. Но мне от этого как-то не легче. Если совсем ничего не изменится, если так и буду жить дальше со всеми этими проблемами своими, никогда не будет у меня ни сына, про которого отцу писал, ничего. Ну и ладно. Проживу как-нибудь. Сище вам буду писать в местную газету. Корреспондентом устрою или тип того. Репортажи в стихах. Буду забабахивать. Вернусь в студию ступеньки. И вообще, ха-ха. Оля приносит мне разные вкусняшки, смотрит собачьими глазами, все время извиняется. За что извиняться? Сердцу не прикажешь. А Наташа? Наташа больше не приходила, конечно. И не придет. Мне нужно как-то забыть ее. А не получается. Из стихов ей не получается не писать. Пишу и выкидываю сразу. Но чуть-чуть легче, когда пишу. До чего же гадкая штука любовь? Ничего в ней нет хорошего. А вообще, я вот думаю, Оля ведь хорошая. И совсем не некрасивая. Просто своеобразная. И какая мне разница вообще? Лишь бы человек был рядом. Хороший. И не все зло от баб. И все образуется. Я просто не помню, пил ли утром таблетки или нет. Обычно нас зовут на пост пить их. И попробуй забудь. А сегодня комиссия какая-то приезжала. Перед Новым годом что-то проверять. И Виталию Прокопичу было не до нас. И медбрату Валерия. И даже Оля не может вспомнить, пил я таблетки или не пил. Вот ведь. А вообще, правда, сил больше нет писать карандашом. Скорей бы ручкой, компьютер, и дом, и мама. 30 декабря. Вот я и дома! Днем мама пришла забирать. Ребята вышли провожать. И Миша Марсианин, и Олег художник, и Кукареку с клубком, и Ира танцевала, и пела под музыкой из телека Аста Лависта Бебе. И даже Павел Григорьевич, оторвавшись вдруг от телевизионной политики, стоял и улыбался жалко. Ему тоже хотелось наружу. Но пока нельзя. К тому же с женой изменщицы может толкнуться, и тогда сразу рецидив. И даже худая Маша. Одни глаза огромные. И ввалившиеся щеки прошла вроде как не специально мимо. Но все-таки прошла. Ай, пофиг на нее! Пофиг на всех баб! Кроме Оли, конечно. Оля с мамой моей очень хорошо поговорила, и маме понравилось. Мама пригласила ее нас навещать, а мне потом тихо сказала, такую бы жену тебе. Видишь, я говорила, что много у тебя их будет. Ну да, говорила, и будет много. Может быть. Кто знает. Но на самом деле всегда будет одна, которой не будет. И далее Прокопич сказал, главное никаких сильных эмоций. И таблетки принимать постоянно. Каждое утро не забывать. Сразу с этой вот бумажкой психдиспансер. И там выписывать регулярно. А эмоции самое главное. Следить, чтобы ни печали сильной не было, ни радости. От всего может состояние ухудшиться. И от всего может быть рецидив. И желательно больше покоя и тишины. Мне и правда так трудно, когда шумно и беспокойно. И когда грустно трудно. Когда, например, Наташа сказала, что не любит. И когда радостно трудно. Когда она еще не успела это сказать и просто сидела рядом. Мы с мамой вышли с больничного двора. А больные смотрели в окно, как мы уходили на волю. Им было грустно. И мне было очень грустно на них смотреть. Я поскорее отвернулся, чтобы не было рецидива. Раз, два, три, автобус приходи. Заклинали мы с мамой на остановке. Потому что морозяка был невозможный. И вообще. Скорей бы домой. Ехали в автобусе тоже холодном. Но все-таки теплее, чем улица. И мама рассказывала, как у них сегодня прошел наконец утренник новогодний. И как Снегурочка все время боялась слова забыть и записала их на варежку. А варежку забыла от страха надеть, когда в зал вышла. А Деда Морозом был таки брат Веры Капустины. Действительно, через чурбойки чуть елочку не повалил и на детей не грохнулся вместе с ней. А баба Яга у мамы получилась суперская. Все в восторге были, сказала. И даже дети ее чуть не запинали, хотя вроде понимали, что ты их любимая воспитательница Марина Викторовна. А потом мама совсем устала и задремала. А я все сидела, трясся в холодном автобусе и смотрел на людей, тнувшись из своей телефоны. А некоторые еще умудрялись одной рукой держать пакеты с подарками и прочим. Один дядька даже целую елочку держал. Я все думала, Наташа. Понял, что не могу пока не думать. А раз все равно не могу, значит буду. И папу ее вспоминал и думал, что он прав. По крайней мере у таких, как мы, творческих натур, всегда так, что ничего не забываем и с каждым разом все больней. И всю жизнь потом вспоминаем и мучимся виной и жалостью. И надо, надо научиться все это забывать самим, раз не прилетят из будущего и не помогут. Убирать, стирать из памяти события из прошлого, чтоб не было так мучительно. И болезней, может, даже не было бы. Все болезни, потому что от нервов. Ну, почти все. И представлял Наташу совсем маленькую, закотанную в шубку, кричащую на снегу и молящую голубыми глазками своего папу вдалеке, чтоб побыстрее заметил, что санки у него легче стали и поскорее вернулся бы к ней. И понимал ее папу, такого странного, смешного даже, бородатого с гитарой, музыканта, не добившегося славы и семью не сохранившего, просто очень любящего свою дочь. А разве этого мало? Это даже много по нынешним временам. И про Олю Дубов, как она там одна в больнице, скучает по мне. И как сказала мне перед выпиской, я знаю, что некрасивая, и что старше, и все знаю. Просто ты даже не представляешь, какой ты хороший. Даже не думаешь. Эх, я и правда, наверное, не думаю. Спасибо ей, пусть навещает. И про двух этих гопников думала Наташиного подъезда. И было почему-то не очень страшно. Может, потому что таблетки опять действовали, а может, потому что пришла в голову мысль. Они ведь умрут когда-нибудь, как и все. И хорошие умрут, и плохие, и добрые, жестокие, всякие. Пройдет лет сто, и никого из нас уже не будет на земле. И дневника моего тоже, наверное, не будет. Все пройдет, как с белых яблонь дым. А значит, все ерунда. И не за что переживать. И Наташи не будет, и мамы. Эх. Нет. Не получается совсем уж не переживать, когда понимаешь, что и мамы не будет. Странно это все. А может, я слишком много думаю, как говорит классная. И классную вспоминал противную. И гада Женьку Никифорова. И этого странного Дениса из Наташиного класса. И всех, всех. И представлял их неподвижно лежащими в земле. Всего через каких-то несколько десятилетий. И было легче. Ну и грустно опять же. Мама мне как-то говорила еще раньше, если кто тебе неприятен, представляешь, что убираешь его в стеклянную банку. И крышкой закрываешь плотно. Я представляла и правда помогала иногда. Вот так же в земле их можно представить давно мертвыми. Если в банку они вряд ли попадут, то уж в землю, это по-любому. Легче и грустно. Странно это все. А потом я старался не думать о таком мрачном и смотрел на спящую маму, как у нее шапка чуть на лицо опустилась и в такт автобусу туда-сюда забавно подпрыгивает на густоватых бровях. И думал, мама еще не скоро умрет. И я не скоро. И Наташа, и Оля. А все плохие, может и скоро, кто знает. Неисповедимы пути Господни и вообще. А болезнь можно купировать, как говорит Виталий Прокопич, если про таблетки не забывать. И желудок, и пузырь мочевой, и прочие гадости, все можно купировать. А если нельзя, то и ладно. Можно зато писать стихи. Мама уже купила елку и в доме было так празднично, нарядно. И гирлянда горела таким приятным фиолетовым моим любимым цветом. И с кухней чем-то вкусным тянула. Мама у меня молодец. Она возилась на кухне, а я теперь вспоминал, как совсем маленький отмечал с ней когда-то Новый год. Ни бабушек, ни дедушек. Грустно иногда, что у других они были или есть. Но чем всегда пьяный и злой дедушка, может и правда лучше никакого. О чем такая странная бабушка, которая из-за ерунды запретила к ней даже на похороны приходить. И чем такой папа? Нет. Папа все-таки ответит. Верю. Я должен его найти и отправить ему письмо. После Нового года обязательно найду. А сейчас не хочу ни о чем таком думать. Пусть будет праздник. Как в далеком детстве, когда так же вот сияла гирлянда елка, а за окном был мороз-мороз и вьюга стонало, как всегда в нашем краю, а тем более под Новый год. Я тогда, помню, сидел с мамой за маленьким столом и пил сок, а она немножко шампанской. Я все надеялся, что не усну и увижу, как дед Мороз кладет мне под елку подарок. А потом осенило. Надо включить камеру на телефоне, чтобы она засняла деда Мороза ночью. И тогда можно спокойно спать, а утром посмотреть. И поделился этой мыслью с мамой. А мама сказала, что вполне разумная мысль и даже одолжила мне свой телефон. У меня своего тогда еще не было. И проснувшись утром 1 января, я сперва вскочил смотреть подарки, а телефона рядом не было уже. И я побежал к маме на кухню хвастаться подарками и спрашивать, как там, удалось заснять деда Мороза? И мама сказала, кстати, да, давай ведь посмотрим. Вдруг и правда удалось. И мы стали искать в телефоне это видео и нашли. Я увидел, правда, качество было очень плохое, как дед Мороз в коричневой шубе, совсем как у мамы, осторожно подходит к елке, оглядывается на спящего меня и кладет под елку подарки. А потом снова оглядывается и начинает плясать. Лихо так отплясывает под телевизор, почти как Ира. Потом в психбольнице. Пляшет, пляшет спиной, а потом поворачивается на чуть-чуть. И я вижу его длинную белую бороду, похожую на нашу мочалку. И даже лицо чуть-чуть вижу под огромной шапкой и даже густоватые брови. Делает ручкой и исчезает из кадра. А теперь мама снова на кухне, а я ей помог с чем смог. Открыл банку горошка и пролил всю воду на пол из кастрюли, в которой свекла варилась. Ну и пол сам вытер потом, как смог. Правда, толком не смог. Но мама на меня никогда не ругается. Так что сказала, что пока отдыхал. Вот и отдыхаю. То есть стихи пишу. Наконец-то ручкой. Правда, в рифму сейчас не получается. Что-то в мозгах переклинивает от этих таблеток и вообще. Но стихи без рифмы тоже бывают. Верлибр называется. Так что вот вам Верлибр. С наступающим и счастьем! Если бы можно было стирать плохие воспоминания, если бы можно было стирать плохих людей, если бы мама не умирала, если бы нас любили те, кого любим мы, если бы всегда был Новый год, то было бы, наверное, замечательно. Но раз так не бывает, надо стараться помнить и хорошее. Надо стараться прощать и плохих людей. Надо почаще быть рядом с мамой. Надо любить тех, кто любит нас. Надо не убирать елку и гирлянду весь год. И даже когда станешь взрослым, пускать кораблики из бумаги, говорить раз, два, три, автобус приходи, а на вопрос как-то отвечать ничего, ничего, у худой хозяйки на полке и помнить, что родинка на щеке это родинка твоего отца, даже если его не существует. Ну вот, мои хорошие, мы и закончили с вами повесть «Родинка на щеке» Дмитрия Сиротина. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как я, читая вам это повествование. Храни вас Господь и обнимаю душой. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова